Троу Рейнджер, Траксекс Тракса была непревзойдённым стрелком на своей подземной родине, Underdark, пока она не пересыдилась злобой своего рода и не сбежала на поверхность. Она присоединилась к Сентинелу во имя добра, и хотя тень прошлого всё ещё давляет над ней, она раз за разом доказывает свою приверженность делу Сентинелу. Она превосходная охотница, которая ослабляет противника своими стрелами и лишает волшебников возможности использовать заклинания. Что-то я напихал. Вот это я напихиваю тут. Тупо на вставочке, просто на вставочке, пацаны. У них там ещё кнопки не нажимал никто. Я так понимаю. Душу просто. Ну, можно даже на вставочку, тупо задушил. Жесть, задушила. Нет, не надо, плиз. Пожалуйста. Опа. Варды стоят. Ой, не варды. вот блин он как он просто тут находится на реке мару на своем вот она у щит как хорошо замедла двойное и душем хорош форно сферу украл а рот это в бэм убился я могу мид прыгнуть паник хорошо выкинули с ульты его нет мы не должен пробить меня я щас лотара выйду уже это плохо а почему пока бы не нажалось это что я такой таб нажимаю о ей ей но я сам сейчас ошибся я такой табуляцию спокойно кликнул меня что микро кд там было что ли всем привет дорогие друзья с вами я xo нас и конечно же сегодня я нахожусь в новой комнате к сожалению тут еще нету того что я конечно же хотел но спасибо всем кто помогал сделать ремонт да были такие люди которые помогали собрать на вот это все то что у меня в данный момент есть пол стены и тому подобное но вы в принципе видели все в инстаграме друзья и огромное спасибо хотелось бы выразить всем кто поддерживает и конечно же вот эти же ребята тоже конечно же поддерживали то спонсоры моего канала ребятки не забывайте что можно оформить спонсорку она не стоит очень много я постоянно об этом говорю в гайдах постоянно потому что это помогает продвигать канал ведь если на youtube что-то донатится соответственно и канал рекомендуется для того чтобы эту тему продвигать поэтому друзья подключая спонсорку даже легкого левела там в месяц 100 рублей все вы помогаете моему каналу просто даже продвигаться даже не мне помогаете а просто помогаете youtube меня продвинуть но это как бы условно-условно в любом случае помощь мне конечно же идет спасибо ребят каждому кто подписан и вы конечно же знать немного больше и знаете немного лучше до лучше других ребят в общем братцы сегодня у нас особенный гайд это гайд у нас на траксу посмотрите на неё все вы знаете что в принципе гайд уже были на всех героев но не на всех еще 40 гайдов у нас будет друзья впереди какие это будут гайды я вам не скажу но если честно я постоянно спойлерю этих персонажей но и спонсоры конечно же знают и им не нужно догадываться какие у нас будут герои потому что я все выкладываю сообщество но это так чисто для тех кто без спонсорки для них даже интереснее потому что он и гайд на того героя уже будет а было же то есть они как бы могут догадываться да и принципе далеко ходить не нужно чтобы знать какие у нас будут следующие герои что у нас будет последующим контенту как бы тут тоже В принципе, все понятно. В общем, друзья, гайд на траксу. Сегодня мы узнаем, как работает ее Frost Arrow, как работает Газ, как работает у нас True Shot Aura и как работает Marksmanship. Сегодня я вам покажу траксу в ее стихии, а именно в Push стихии, в керри гейминге, ну и, конечно же, что-нибудь прикольное тоже придумал. Вы же знаете, для вас я стараюсь максимально, друзья, делать интересный контент. Я бы что не вставлять. На этом все, друзья. Пожелаю вам приятного просмотра. Не скипайте теорию, не скипайте практику. Приятного просмотра и поехали! Итак, ребят, первая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Frost Arrow. Это способность, которая позволит замедлить оппонентов. Это способность у нас Orb Effect. Все вы знаете, что такое Orb Effect, и ведь мы уже прошли все гайды, и все уже знают, что такое Orb Effect. Orb Effect это такая штука, которая не позволяет использовать какой-то уникальный модификатор атаки, такой как Скани там и тому подобное. Но это можно все обходить, и это я все буду показывать еще в игре. Также не забывайте, видос по Orb Effect у меня также есть на канале. Давайте прокачаем эту способность и поприменяем на оппонентов. Ходки у нас R, прокачали данную способность. Как вы видите, сразу у нас появляется такой индикатор о том, что можно поставить на постоянку, чтобы работало по ПКМ. У ПКМ это нажатие правой кнопкой мыши, друзья. И такой характерный звук есть, что AutoCast у нас идет. И, конечно, включать-выключать мы также это можем, друзья. Вообще, в целом, у нас эта способность не имеет калдауна, она улучшает наши постоянные атаки. То есть, вы можете просто бить вот так вот. Можете включить на AutoCast, и будет вот такой вот красивый эффект Arrow. И, конечно же, оппонент у нас становится синеньким, и что-то с ним происходит. Ну, он замедляется, в зависимости от уровня прокачки, замедление будет разное. И, конечно же, вы можете также по ходкею настреливать еще в оппонента с помощью кнопочки R. Чем это полезно, спросите вы? Это полезно тем, что вы не провоцируете крипов, чтобы они вас атаковали. То есть, они не бегут на вас. Если вы будете правой кнопкой мыши атаковать с помощью вот такой вот темы на AutoCast, то крипы будут на вас агриться. Если вы будете нажимать через кнопочку R, то крипы на вас агриться не будут. Это вот такая вот микрофисочка, но я думаю, вы это тоже, в принципе, все знали. Итак, друзья, смотрите, какие у нас тут есть нюансики на этой способности. Давайте перейдем по уровням прокачки. На первом уровне замедляет одна такая стрела на 15%. Эти стрелы не суммируются, то есть нету такого, что они, если вы много их накидали, они накидались на оппонента и, конечно же, замедлять будут там на 100%. Нет, это так не работает. Это будет работать у нас по-иному. Одна вот такая стрела, она будет работать на оппоненте, а именно на герои, будет работать всего полторы секунды. То есть, в течение полторы секунды оппонент будет замедлен на 15%. Если вы стрельнете в него еще раз, то это время обнулиться и снова у него появится на лице полторы секунды замедления. То есть, это работает примерно так. На крипах эта тема работает по 7 секунд. То есть, вы можете, допустим, аккуратно фармить в лесу. Допустим, вы агрите вот такой вот кемп, да, крипчик раз, начинает убегать, и пошло. Вы закинули в него вот так вот стрелу, и он в течение 7 секунд будет замедлен. То есть, видите, он даже имеет статус, конечно же, опа, и стал обычным. Но прикольно, смотрите, он потерял цвет. Бак какой-то, но не суть. В общем, на крипов работает это 7 секунд. Вы также по табличке это можете сейчас увидеть. Вот табличечка. Можно все досконально изучить. Далее, какой момент у нас? На втором уровне 30% замедления, на третьем 45% и на четвертом 60% замедления. То есть, каждые полторы секунды персонаж будет замедлен 60 на 60%. То есть, если вы его вот так вот замедлили с помощью этой ару. Полторы секунды это немного, но меня больше всего напрягает то замедление, которое у нас бафается. То есть, смотрите, как оно работает. Идет задержка лютая на это замедление. Меня это очень сильно напрягало в играх. Посмотрите, то есть, инвокер начинает замедляться примерно где-то через полсекунды. Это когда баф на него сработает. Давайте подставим его на патрулирование и посмотрим, как это будет работать. То есть, смотрите, я его ударяю и только через полсекунды он замедляется. Это поломанное замедление, я считаю. То есть, замедление работает даже не полторы секунды, оно работает намного меньше. И это на самом деле очень плохо. Это баг 85-й карты. Я считаю, что именно это баг, потому что замедление не работает полторы секунды. Нужно написать администратора майкапа, и они это поправят, я думаю, потому что это ненормально. То есть, замедление у нас по сути примерно где-то даже меньше секунды. Я замечал это еще в обычном геймплее, но не суть. По колдауну и по монокосту, что у нас тут, друзья? Одна такая стрела у нас будет забирать 12 маны. Колдаун у нас, конечно же, 0. То есть, можно постоянно на автокасте вот так вот натыкивать оппонента, конечно же, и будет ему жестко, жестко, жестко. Итак, что у нас по орбэффектам? Как я говорил, это у нас орбэффект, соответственно, уникальные модификаторы атаки работать не будут. Если вы соберете скади, у вас будет такая тема, что скади будет не работать во время того, как вы будете атаковать вот этой вот темой. То есть, смотрите, нет эффекта скади, но если вы сделаете еще вот так вот, то это замедление у вас суммируется. И эта тема работает очень прикольно. То есть, если вы кинете через эрку и нажмете атаку, то, конечно же, у вас замедление сложится. Ну и вот такая вот тема. Главное запомнить, что это замедление, когда вы просто стреляете первым спеллом. Оно не настакивается, а просто бафает оппонента. Как развеять эту тему? Очень легко. Это легкий дебаф на оппоненте появляется. Очень легкий он и, соответственно, развеивается любыми фишками вообще. То есть, там манта, юлы и всякая прочая тема. На ПКБшных, естественно, это работать не будет, друзья. Ну и в принципе все. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонажа, это Гаст. Гаст это у нас способность, которая позволит отбросить оппонентов и, конечно же, не давать им колдовать, как написано в описании. То есть, простонародье Сайленс будет давать. Ну и, конечно же, эта способность очень специфична. У нее тут есть определенная длительность, определенное отталкивание. Ну и много всяких приколюх, которые я уже показывал. Это, например, что можно сбивать, там, допустим, скиверы, можно сбивать, там, ТП-шки даже этой способностью, если уметь. И, конечно же, всякие многие разные механики, которые тут есть. Это все нужно вам сегодня показать и рассказать. Надеюсь, ничего не упущу. Смотрите, хот-кем у нас Е, нажимаем на эту способность, прокачали мы. Вот такой у нас появляется таргет. Давайте применим и посмотрим, что в целом у нас происходит. Дальность применения этой способности у нас 900 единиц. Давайте применим вот так на инвокера. Посмотрите, вот такая волна была на инвокера, накинулся сайллс, и он стоял некоторое время на месте. Это время, это время срабатывания вот этого отброса. Ну, отброс, да, отброс. То есть, вот это называется отброс. То есть, вот так вот инвокер, когда немного подрачивается, это время у нас улучшается также с уровнями прокачки. Да, кто бы мог подумать. Табличку сразу выведу, друзья. Табличка небольшая. Смотрите, у нас есть тут отбрасывание 06, 07, 08 и 09 секунд. Вот именно это отбрасывание у нас прокачивается с уровнями прокачки. Также можно просто задерживать оппонентов на месте. Вот так вот видели, как инвокер сейчас немного стоял на месте. И эту способность можно использовать для отбрасывания оппонента от вас подальше на расстояние до 350 единиц. Смотрите, очень сильно можно вот так вот оттолкнуть, ну и конечно же отбежать. Эта способность позволяет скидывать некоторых персонажей себя, таких как Юрнеру. Если Юрнеру на вас асфальтует, вы можете отбросить его гастом. Вот такая вот у нас тема. Но это я уже показывал в фишках. Опять-таки в комментариях не надо об этом писать. Ребятки, все, кто смотрят видосы, они все это знают, друзья. Ну и что ж, давайте пробежимся вкратце вообще по основным, по основным фишкам этой способности. Как я уже говорил, дальность применения 900. Радиус у нас сайланса 250 единиц. То есть этот сайланс у нас массовый. Вот так вот немного отодвинет оппонентов, конечно же, и будет все нормально. Дальность вот этого отбрасывания, это у нас 350 единиц, если вы находитесь очень близко к проксею. Ну или достаточно вот так вот подойти тоже, чтобы вас тоже немножко откинуло. Чем ближе вы стоите, тем сильнее вас отбросит. Далее, что у нас тут есть? Длительность сайланса. Этот сайланс у нас работает 3, 4, 5 и 6 секунд на ласт левеле в зависимости от уровня прокачки. Калдаун у нас 13 секунд и мана, которую нам нужно потратить для того, чтобы заюзать эту способность равна 90 единиц. В БКБшных этот сайланс работать не будет и легко он сбрасывается. Это обычный сайланс, который у нас будет, так сказать, обезмолвливать оппонентов. Далее, что у нас еще есть прикольного на этой способности? Эта способность, она иногда может жестко багать и закидывать в текстуры. Давайте попробуем закинуть оппонента в текстуры и посмотрим, что у нас будет происходить. То есть, допустим, если вот так вот у нас инвокер здесь стоит, мы попробуем его закинуть. Да, это легко сработало и мы даже не напрягаясь запихнули вот сюда вот инвокера. То есть, ну, вот так вот работает у нас гаст, друзья. И, конечно же, давайте попробуем 2.8.3 сбить ему тпшечку своим гастом. Это нужно сделать очень аккуратно и очень таймингово под конец тпшечки. Мы должны успеть нажать гаст. То есть, ну, вот сейчас вот я не успел. Нажать гаст, конечно же, это я уже показывал. И тогда персонаж, когда будет дергаться на месте, он сможет не улететь далеко, конечно же. И давайте попробуем еще раз. Вот так вот делаем. Опа! Смотрите, и мы сбили телепорт. То есть, вот эти фишки, которые я уже давно показывал. То есть, с помощью гаста это можно все делать. Конечно же, хотелось бы заговорить о том, что какая вообще особенность основная этой способности. Основная способность это, конечно же, отбросить оппонента. Ну и вторичная это сайланс. Сайланс это все-таки сайланс. Сайланс есть на многих персонажей. Там на Крабелусе, допустим, на сайлансере, как бы это глупо не звучало. Ну и, конечно же, основная тема это отброс. Вот этот вот отбрасывание оппонентов. Потому что Тараксани любит, когда к ней подходят в упор. Это очень уязвимый персонаж, когда к ней находится кто-то вблизи. Но об этом поговорим чуть позже. Потому что у нас есть еще ультимейт, который мы будем разбирать. Что ж, друзья, в общем, надеюсь, ничего по второй способности не упустил. Показал все фишки, которые тут у нас есть. Но, если что, может быть, еще что-то дополню. Погнали на третью способность. Следующая способность на нашем персонаже, братцы, это у нас Тройшот Аура. Эта способность у нас является пассивкой, но и так же вы можете на нее нажимать. Часто на стриме у меня спрашивают ребята, а что делает пассивка Траксы, когда вы нажимаете? Давайте прокачаем и посмотрим, что у нас будет делаться. Ходки у нас Т, прокачали данную способность и, как видите, у нас появился статус и немного увеличился урон. Также у моих союзников тоже будет повышенный урон. В зависимости от моей ловкости я буду давать своим союзникам дальнего боя урон. А именно, это будет у нас процентовочка от моей ловкости. 20% от моей ловкости, 26%, 32% и 38% от моей ловкости. При этом, если вы нажмете данную способность по ходкею Т, у нас произойдет вот такая вот анимация. Давайте посмотрим. Тракса поднимает лук, пробафывает всех союзных крипов дальнего боя. То есть каталажки, потом крипов вот этих, которые дальние детки, которые постоянно забирают каталажки оппонентов, и конечно, которые постоянно забирают товара, и которые постоянно забирают забирают еще каких-нибудь героев. И им дается урон. Урон дается такой же абсолютно, как и нашим союзным персонажам. То есть смотрите, у ЦМки просто так 14 урона. Если я прокачаю ауру в двоечку, то у нас станет чуть-чуть побольше урона. 18%. В зависимости от моей ловкости, от процентовочки, она будет получать немного больше урона. Ну, не только. Она, все союзники, как вы уже поняли. Вот так вот, смотрите. Калдаун у нас этой способности, как вы уже поняли, 100 секунд, и действие вот этого вот бафа, когда вы бафаете своих крипов союзных, у нас 30 секунд. Но на героев, конечно же, работает всегда. Когда тракса у нас живая и не находится в таверне, то все герои будут у нас вот с таким вот плюсиком, и конечно же, вот с такой вот красивой аурой находиться. Ну и, конечно же, будут наносить урона намного больше. Офигенные комбинации с траксой, с венгой, с горгоной. То есть горгона она не имеет урона в начале, и, конечно же, если есть тракса, она может раскачать ауру и немного подбустить горгону, позволив ей немного быстрее выфармливать. Вот такая вот у нас прикольная, друзья, тема. Что у нас прикольного еще есть? Так как эта пассивка, она, конечно же, отключается у нас сильверейджем. То есть, если вы нажали по ходке Т, всех пробафали, и вам сбивают сильверейджем, то аура вот эта, она не выключится с персонажей, скрипов, которых вы уже пробафали. Выключится она с вас, и выключится с героев. Выключится с героев. То есть, это работает именно так. Потом, смотрите, что у нас еще есть. У нас есть еще такой прикол, что если тракса находится в таверне, то плюс, плюс дамаг даваться не будет юнитом. Это, конечно же, очень-очень плохо, потому что, ну, считается, траксы нет на карте, соответственно, и урона не будет давать. Также можно будет пробафовать еще с помощью нашего ходки Т, фамильяров, допустим. Можно будет в Порже так пробафать. Так как это являются крипы героя, им не будет даваться на постоянной основе вот этот вот урон дополнительный. Будет даваться только по ходке Т. Ну и, конечно же, в течение 30 секунд эта вся тема будет работать. Эту способность использовать, как правило, на пуш для того, чтобы распушить какие-то тавера. Ну, тракса, допустим, смотрите, идет по одной линии тракса, по другой идут крипы. Там 5 дальних крипов и, конечно же, 2 каты. И просто под тавером вы нажимаете Т и просто за 30 секунд тавер уничтожается. У крипов там урон может быть по 80+. То есть в совокупности с прокачанным ультимейтом, то есть чем больше ловкость, тем, соответственно, больше у нас урон. Крипы будут наносить очень много. Ну, 70-80 урона можно раскочегарить спокойно. И будут у нас крипы очень жесткие. Ну и, в принципе, вот такая вот тема. Иллюзии у нас не дают эту ауру. Соответственно, нужно, чтобы жила именно тракса. То есть по-другому никак это работать не будет. Ну и, в принципе, все по этой способности. Длительность я вам рассказал. Перезарядку рассказал. Более тут рассказывать нечего. Это пассивка. И все. Сильверуку купили. Траксе пассивку отключили. Поехали на ультимейт. Следующая способность и крайняя и самая сильная способность на нашем персонаже это марксманшип. Ходкей у нас М, но этим ходкейм я, честно, не пользуюсь. Давайте прокачаем нашу способность. И, как вы могли заметить, как только мы ее прокачали, мы сразу же получили очень много урона. И, конечно же, союзники у нас также получили немного побольше дамаги, потому что у нас вкачана аура, которая, в зависимости от нашей ловкости, поднимает урон нашим союзникам дальнего боя. Вот такая вот у нас приклюха. В чем вообще смысл нашего ультимейта? Наш ультимейт дает нам просто ловкость. Ловкость. 40 ловкости, 60 или 80 ловкости. В зависимости от уровня прокачки, естественно. Это у нас также пассивка. Но пассивка своеобразная. Когда к вам кто-то подходит в радиус 400 единиц, вы сразу же теряете этот бонус. Посмотрите. Смотрите. Мы подошли сюда, и мы потеряли сейчас 40 ловкости. Отходим сюда. Ловкость сразу же пополняется, и пополняется урон еще. То есть, как это работает? Обратите внимание сейчас, внимательно смотрите. Раз. Оп. Тык-тык. Дэмош что-то так. Раз-раз поплавал и ушел. Как это работает? Это работает именно так. Смотрите. Так как мы потеряли 40 ловкости, соответственно, и третий спелл тоже считывает ловкости на много меньше. И поэтому такие вариации у нас дамаги. То есть, у нас дамага постоянно скочит. Смотрите. Давайте еще скаде выложим. Видели? Вообще пропало и появилось. То есть, опять пересчитала у нас ловкость трюйшот аура. И, конечно же, дала дэмош в зависимости от того, сколько у нас ловкости в данный момент. Отходим. И 62 урона у нас теперь. Подойдем. 22-12. Видели, как оно скачет? Это все из-за того, что у нас вот эта вот тема с ультимейтом. Что у нас ультимейт? Включается и отключается. Почему он здесь отключается, спросите вы? Потому что тут у нас крыса в инвизе стоит. И эта тема позволяет понять, есть ли кто-то у вас под ногами в инвизе или нет. Это такая микро-фишка, о которой я вам рассказываю. То есть, если вы идете по лесу, где-то фармите. Допустим, смотрите, какая у нас скорость атаки на данный момент. И потом вы такие сюда подходите, здесь фармите. И очень слабо. Вы начали бить. Смотрите. Ага, у вас урона нет. И у вас по-любому кто-то под ногами. Делаете вот так, а у вас там рики под ногами. И держите его на расстоянии. То есть, можно эту тему использовать так. Все зависит от того, какая у вас будет ситуация и какое у вас будет условие, так сказать, использования вот этой фишки. То есть, в чем прикол? Нельзя подпускать оппонентов ближе, чем на 400 расстояние. Иначе весь бонус у вас будет отключаться. Ребятки, вот такая вот тема. Казалось бы, очень сильный ультимейт, но и очень слабый. Если раньше у нас была такая тема, что вам просто давалась ловкость без выключения, то сейчас ловкости дается намного больше. Но, соответственно, вам придется за это платить, за эту ловкость. А именно, не подпускать оппонентов в радиус 400 единиц. И, соответственно, в совокупности с использованием второго спела, именно с гастом, у вас есть возможность оппонента оттолкнуть от себя и повысить свою ловкость. При этом повысить себе армор, конечно же, и повысить себе, конечно же, и дамаг. То есть, Тракса становится крипом. Вы, получается, что вам нужно сделать, чтобы убить Траксу? Просто подойти к ней в упор, и у нее снимется армор, и снимется урон. То есть, прикиньте, насколько это жестко. То есть, у вас, можно сказать, встроенный дезолятор. То есть, если у Траксы так, пять армора, то стоит вам подойти поближе, у нее армор падает. Также еще есть тут, ребят, табличечка. Вот такая, смотрите, по арморам и по дамаге с Тройшот Ауры с помощью Марксманшипа. Смотрите, Марксманшип первого уровня даст нам на Тройшот Ауру 8, 10, 12 и 15 урона, конечно же. Это тут все понятно от ловкости. На втором уровне 12, 15, 19, 22. На третьем уровне 16, 20, 25 и 30 бонус урона. То есть, если вы качаете, допустим, смотрите, ну, у нас Тройшот Аура, у нас на данный момент второго левела, то есть, это 26 процентов и 22 урона у нас имеется у кристалки. И мы прокачиваем Марксманшип двоечку и у нас урон немного повысился. А именно, смотрите, Марксманшип второго уровня и Тройшот Аура у нас также второго уровня. Это получается 15,6 урона на данный момент вы, так сказать, прибавили еще к тому, что у вас было. Ну и вот такая вот у нас приколюха. В принципе, друзья, по этой способности тут все, тут более нечего рассказывать, как все работает. Я думаю, вы поняли уже. Ну, жестко, жестко, ребят, посмотрите, на самом деле очень-очень жесткая тема. Но, смотрите, у нас двоечка сейчас вкачан, 60, 60 бонус ловкости у нас есть и посмотрите, какой у нас армор. Сколько армора вы хотели бы спросить, наверное, да? Все очень просто. На первом уровне 5,6 армора вы получите, на втором 84 и на третьем 11,2. Ну и, конечно же, скорость атаки, которая нам будет даваться, это 40, 60 и 80 скорость атаки на ласт левеле и, конечно же, 40, 60 и 80 урона вы также будете получать с прокачанного ультимейта. То есть, ультимейт в двойку это уже очень грозная тракса, у меня без артефактов уже 80 урона и считаешь того, что у меня ауру в двоечку. Это очень-очень, ребятки, жестко. Как эта тема отключается? Достаточно просто либо подойти к траксе, либо ударить ее сильверейджем, то есть, такая тоже есть тема и тем силвер. Вот так попробуем. А, как я смогу сильвера ударить минус и тем? Давайте напишем 75, по-моему, с интрячки, да, минус и тем 75, насколько я помню. Да, с интрячок 75, отлично. И заходит у нас панда в сильвер, атакует траксу и у нас, смотрите, без расстояния отключился ультимейт, вот такая пентаграмма появилась и, опа, включилась вся тема. Так что, вот так вот, ребята, это все и работает. Это, конечно же, очень жестко для траксы, но ничего страшного, друзья, то есть, по-другому никак. И, как вы видите, тоже отлично все у нас отключилось от трюйшот ауры. Раз, пассивочка восстановилась, прошло действие сильвера и все, конечно же, тоже восстановилось. В принципе, это вся информация, ребята, которую я для вас подготовил сегодня на гайде теоретическом по траксе. Друзья, не скипайте практику и не скипайте теорию. Рекомендую вам не скипать теорию, потому что на теории вы можете узнать очень много нового. Если вдруг вы не смотрели фишки, то вы можете посмотреть теорию и, конечно же, некоторые фишки вы также будете знать. И, конечно, не будете с вот такими вот глазами на стримах говорить это как, Азиаса, объясни. Так что, друзья, пожелаю всем приятного просмотра. Сейчас мы сыграем на траксе фастпуш, постараемся сыграть аурами и, конечно же, перекатку жесткую я для вас подготовлю, друзья. Все, пожелаю приятного просмотра и мы начинаем. Так, стоп-стоп-стоп-стоп, друзья, я пожелал вам уже приятного просмотра на практику, конечно же, но хочу еще некоторые моменты уяснить. Такие моменты, как, например, работы третьего спела, насколько можно сильно его раскочегарить и как у нас все это будет работать. Давайте проведем несколько тестов и после этого, конечно же, будете приятно смотреть игру. Смотрите, Траксан, 25-й левел, примерно раскачанная у нас аура в 4 и без артефактов, без каких-либо артефактов на ловкость мы даем крипу обычному 64 урона. Я хочу посмотреть, сколько можно максимально дать обычным крипам на карте урона. То есть, в данный момент я нажал просто трое-шот ауру без ловкости, то есть, у меня ничего нету, только пассивно вкачан ульт, вкачаны плюсы и вкачан третий. Мы даем крипу 64 урона. Также мы даем 64 урона нашему союзнику, а именно Алерии. Давайте посмотрим, сколько у нас будет даваться вообще в целом вся эта тема. Мы выключим сейчас эту трое-шоту. Смотрите, она не работает, тут тоже не работает уже. И сейчас трое-шот заработает, тут уже спало по времени и все. 64 урона мы даем просто без ловкости. Сколько же можем давать мы просто с ловкостью, если мы будем кочегариться в ловкость? Давайте пропишем итем бутер минус итем 117 и посмотрим, сколько мы будем давать. 76. То есть разница небольшая. Посмотрите, бабочка нам дает всего для союзников вообще, ну, посмотрите, 64 урона и получается 76. 64, 76. 12 урона всего дает. Очень-очень мало, ребят, очень мало работает эта процентовочка, но насколько можно нам эту тему раскочегарить? Смотрите, 58. Лол, уменьшился? серьезно? Подождите. 46, подождите, это как работает? То есть 58, стоп, что-то сломалось походу, смотрите. Это что, это как? Это получается пассивка, что ли, сломалась или как? Я не понял, 34 урона, 88, а сейчас смотрите, как урон дало. Как-то неправильно считывалось у нас сейчас какой-то баг, смотрите, 64, сейчас все правильно, две бабочки, 88, одна бабочка, 76. Странная очень механика сейчас была, вы видели, урона вообще не давала. Очень интересная тема. Ладно, смотрите, получается, одна бабочка нам дает, смотрите, выкладываем все полностью, 64 урона, правильно, подбираем, 64, 76, 12 урона всего дает одна бабочка, 2 у нас дает 24, и итем, бутер, итем, 117 у нас даст еще чуть-чуть урод, ну вообще чуть-чуть дало, да, 88, 92, очень странно, идет какое-то убывание, да, по ловкости, очень странно, если мы все поднимем, 92, также, очень странная механика, очень странно, ну давайте добьем уже, вот так вот сделаем, 6 бабочек, 92, больше не дается, какая-то, включается какая-то механика по убыванию, то есть, вот это мне немного непонятно, на самом деле, скорее всего, идет какой-то учет еще родной ловкости, но не всей, смотрите, 92, больше не дается, то есть, нет смысла покупать больше, чем 2 бабочки, но каточка такая уже есть, конечно же, с двумя бабочками, очень странная тема, так, 64, так, 76, вот самый большой импакт идет с 2 бабочек, а дальше уже импакта нету, смотрите, 92, и все, дальше не прибавляется, то есть, максимум вы можете раскочегарить до 92 урона на крипах, то есть, это достаточно купить одну бабочку, и в принципе все, как это работает, если честно, я объяснить не могу, если у вас есть какие-то догадки, ребят, пишите в комментариях, и вот такой вот у нас микротестик получился, ну, максимальный урон, который вы можете, в принципе, давать крипам, это, конечно же, урон, примерно 80, сколько, 88 урона вы можете давать, потому что, ну, вот 2 бабочки, одна бабочка, это, в принципе, приемлемо, смотрите, 76 с одной бабочкой, вот так, что, вот такая вот тема, друзья, 76 урона с одной бабочкой, спокойно будете добавлять крипам, и это очень-очень годно, ну, и союзникам, конечно, вы видели так же, как это работает, один раз даже багнулось, но, в принципе, если что-то не поняли, пересмотрите, и думаю, что-то, может быть, и поймете, суть этого теста, показать, сколько максимально можно апнуть демиджа для союзников, и, конечно же, для крипов, как вы видели, если собирать много бабочек, эта тема так не работает, так что, друзья, продолжаем, приятного просмотра, и жестких вам интересных каток, друзья, поехали, итак, ребята, загрузилась у нас катка, первая, первая катка на траксе, что мы должны, в общем, в целом, тут делать, у нас вообще на персонажи, на этом, какой на него контрпик, и что вообще, на этот персонаж может, нам главное, забанить каких-нибудь прокастеров, и, нужно забанить еще желательно, мартретка, мартретка, потому что, мартретка, она сама по себе, очень-очень такой неприятный, герой траксу, изи, я мед пойду, я написал, мартретка может легко добраться до нашего героя, клокверк, но клокверка мы можем вытолкнуть скогов, потом, что можно еще сделать, тускар очень сильно будет контрить нашу игру, в общем, все герои, которые будут до нас добираться, они будут очень жестко нас контрить, ну, и мы также можем очень жестко контрить, потому что у нас герой очень хороший, что-то мы тут за мид деремся, сейчас секунду, решим этот вопрос, yes, все, затроллили, пацаны, ладно, тогда, тогда, изи линию, пойду, хорошо, идем изи линию, тогда будем стоять, первую катку на изи линии, но вообще траксой, так же в миду можно хорошо стоять, быстрый левел, быстрый ганг, все вот это мы быстренько поднимаем, а у нас тут видите, лишь врачок есть, команде, очень агрессивный, сразу не делай мне мозги, там я мид пойду, я встану не гилнирует, тому подобное, парни, сразу же на агрессии, таких ребят просто нужно сразу пресекать, сразу мутки, дальше все и забываешь, так, биндранка для нас будет, в принципе, не сильной проблемой, вот этот парень не будет проблем, у нас есть сайленс, это очень легко, и мы сможем, если что джиггер науто, скинуть ультимейн, себя с помощью гаста, так что вот, ну надеюсь на контрпике, ребят, вы поняли, в чем приколюха на нашем персонаже, если есть герои, которые быстро до нас добираются, или там путь, тот же, который может к себе подтянуть, то конечно у нас будут серьезные проблемы, но и для нас, конечно же, является жесткой проблемой, это блейдмейл, очень жесткий артефакт, который будет не давать нам дамажить, ну ничего, сейчас посмотрим, какой будет на низу фарм, выфармим, и пойдем душить, надеюсь, как-то будет интересная, извиняюсь за кашель, к сожалению, такое, к сожалению, такое, такое, уже, как переболел, очень много кашля, о, потому взяли, патма, этой ару магнит, магнит ару для меня, но патма, в принципе, фрифрежочек для меня, у-у-у-у, менюра взяли, в принципе, у них пик нормальный, интересный, можно быть под души, дефолтные тайминги, я тут не смогу выдержать, потому что обычно через миг, намного быстрее выфармливаешь, быстрее бустишься, поэтому придется немного, немного уныленько, так, ползти вверх, но сейчас тогда разберем, пуш нижней линии, как мы это будем делать, и как мы будем это все, так сказать, оформлять, постоим, огар, огар брат, только, линию не пуш, но так напишем, парень сразу поймет, о чем речь, и третий слот, у нас еще что-то, хочет тоже пикнуть, но пока непонятно, что он будет брать, благодарю, огар адекватный, ну, вы ребята молодцы, вот огар красавчик, вот так вот, такой дефолтный билд, качаем ауру сразу, я всегда беру ауру для команды, кто у нас тут рейнджевики, ну, только вот для него будет полезна моя аура, но, все равно в любом случае, 15 урона сразу в начале, нежели чем сайленс, или замедление 15% с фрост арус, оно, ну, не очень такое себе, на самом деле, я считаю, что не очень, поэтому, ребят, я беру ауру, и иду просто колотить, как будем раскачиваться, я лично, раскачиваю всегда первый спелл, есть ребята, которые, качают тупо плюсы, и берут, в единичку сало, максят третий, типа, ну, такой герой становится, ну, какой-то урезанный, вся сила этого персонажа, именно в том, что она может замедлить, засайленсить, конечно же, и при этом нанести много урона, да, у нее плохие статы, да, у нее мало армора, но, в целом, герой очень хороший, и этот герой смело раскрывает себя, именно в те моменты, когда она использует все свои способности, ну, посмотрим, в общем, блин, в общем, реалии, очень много, как бы, есть стратегий, как и что юзать, поэтому, ребят, как бы, ну, всегда по-разному, то есть, если мы сейчас тут драться, будем, в принципе, хорошо напихаем, вот так вот, просто раскидываем, третьим, и все, можно было взять сайленс, чтобы подтащить, не, 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 куда ты, ну, джагу, пробиваем, ну, вару, странный лишь рак, но мне кажется, он ливнет с игры, этот лишь рак, потому что непонятно, есть ли он пошел делать, нету сайленс, а видишь, что сайленсов нету, сайленс раз, сайленса нету, выиграем, не боись, так, джаггернауту сразу, чапалаху, да, что это он там, стопит, профессионал что ли, иди отсюда, иди отсюда, джаггеру можно, не давать ничего, на траксе в начале, очень тяжело будет вас хитить, поэтому, ребят, нужно, аккуратненько, среди каких, хп у пацана, он не заберет, главная линия не пушить бы еще, было бы круто, ой, ой, огур, брат, не умри, погиб, огур, у нас, все, есть стрелы, по чуть будем гонять, оппонентов, что-то такое, немного, огур, ошибся, я считаю, и главное, грибчиков бить, сапог сразу, ферстом берем, потому что, агрессивная линия, но крипов мы уже запушим, крибы уже запушены будут, к сожалению, деда, потому что засуицидили, не получится у нас уже отпушить тут, никак, возьмем сапог сразу, хорошо, деды сейчас погибнут, хорошо, более-менее, возможно линия даже подравняется у нас, грибчик и пропустил, нам тут нужно будет сейчас взять, скорее всего, сайленс, потому что нужно будет как-то откидывать, оппонентов, дело такое, что очень близко стоим, очень сильно линию запушили, но крибы первые, под руинили немножко, все, отходим и по чуть нужно отпушить линию, сейчас по чуть, отпушиваем линию, будет все, огонек, агрессивно ребята тоже пытаются стоять, я смотрю, но шаман там, хотел только что что-то понажимать в меня, но я не даю, я на себя линию перетягиваю, как перетягивать на себя линию, я вам примерно сейчас показываю, просто не бьете постоянно, ласхитите своих, и тогда все будет ровно, так, варкрафт, все, все включено, отлично, все, и тут можно уже немного побить крипов, то есть я вернул линию под себя, все, огонек, вот так делаем, огра немного подсейвили, а тут я могу сейчас подставиться очень сильно и умереть, то есть вот, мне сейчас, я его подсейвил, огра, огра раскидал на развороте, но я мог очень сильно хапануть, из-за того, что огур там встрял, я сейчас не продамажил крипов, и теперь я вынужден буду ласхитить под тавром, под тавром, очень тяжело у нас съедить, ребят, так, тракси, тем более, ну вот, дамаг хорошо капает, я вижу, тут еще можно как-то подобивать, вот этого тоже должен добивать, хорошо, все, и дедов, казнем сейчас, и дедов, опа, есть, до этого добьем, тут не торопимся, не торопимся, оп, хорошо, отлично, давайте вот сюда линию выровняем, вот так вот делаем, чтобы не под тавром, джаггеру можно чуть-чуть напихивать, чтобы джаггеру тут тоже не сладко стоялось, а то стоит такой на расслабоне, хорошо, берем первый, первый максить будем, в любом случае, первый и сайленс будем брать, у нас уже, в принципе, сейчас птшка будет, птшка на траксу, я делаю птшку на траксу, птшка на траксу хорошо заходит, потому что скорость атаки, все такое, дамага, парм есть, 24 крипа, в принципе, тоже неплохо, лучше чем ничего, согласитесь, птшка уже имеется, потом аквилку, надо аквилку к пушу сделать будет, давайте лучше сделаем сейчас аквилу, доделаем, сс давно уже пишем, пишем, как бы, такое дело, гаваквилу, еще бы сейчас сделать птшку, можно по чуть-чуть приближаться к тавру, но желательно до седьмой минуты фармить, чтобы я с матнесом из птшка вышел с линии, желательно, это желательно, чтобы так было, на нижней линии хорошо стоим, хороший у нас саппорт, ну как ты сейчас оппонентов добиваем, имеем мы птшечку, аквилку, держим линию в одном диапазоне, как видите, но сейчас с каталажкой будет немного тяжелее держать, потому что она будет дополнительно урон давать, так, у меня курулию знули, ооо, мои артефакты зависли, ну, мудак какой-то у нас, грубо говоря, ребят, на пятом, ой, на пятом, на пятом слоте, вот этот парень, куру забрал, зависла, она вон он ее повесил, я не могу кругом силы вытащить свои артефакты, вот так никогда не делайте, ребят, потому что, ну это, ну это бред, зачем так делать, я не понимаю, то есть он парень, просто мы ей артефакты держат, я сейчас не могу себе ничего принести, просто парень игнорит все, жопа горит у пацана, и все страдают из-за этого, я думал, он сейчас еще разок там умрет, ливнется этой игры, ага по душе, почему нет, а, все, понял, но у меня нету слотов, мои слоты на базе, но очень сильно руинит, очень сильно руинит сейчас, лишь рак, нету слота, нужно слоты срочно, стик возьмем еще до кучи, хорошо, жесть, держит, держит, просто специально, и хочет мне моя итема отдавать, прикиньте, подходим к таверу, смотрите, нажимаем Т, плюс 8 урона у крипов, но было бы больше, если была ПТ-шечка, и была Аквила, ребят, было бы больше, так вот этого пацана можно, он все, вендрон баф, ну на 3 секунды, скорее всего, да, отлично, вот так вот делаю, блин, ну слоты держит, прикиньте какой, какой лишь рак, жесть, ужас, прикиньте, слоты не дает забрать, ужас, ладно, перетерпим пока, но нам дождаться этого момента, когда он подведет, блин, вот почему я должен это терпеть, но серьезно, ребят, вот согласитесь, чел вообще, понес куру, с моими слотами, понес куру куда-то, походу в магаз, ой, ужас какой, остана не туда, брат, я заберу, 3 секунды там, вот хорошо, держим на расстоянии его, и настреливаем, хорошо, хорошо, молодец, огур старается тоже, но у меня нету артефактов моих, вот мои артефакты, смотрите, что делает, специально, но надеюсь, сейчас на колодец таки отведет, потому что у меня уже полторашка сверху, 50 крипов у нас есть, вообще 70 крипов на нижней линии, должно быть, типа, при фарме, пуловом, смотри, специально держит, не дает, ой, порядка, прикиньте, какой чел, гнилой, какой же гнилой чел, посмотрите, какой же гнилой, ужас, ребят, никогда так не играйте, гумат нас уже есть у меня, у меня очень жесткий артефакт на данную минуту, но мне мою пт-шку не дают, не дает, не дает, печалька, ну, за это забанить можно, по идее, это чисто чел руинит, чел руинит просто, ужас, ну, так как у нас есть, в принципе, стандартные артефакты, которые мы должны на этой минуте иметь, мы, в принципе, можем уже пушить, ребят, несмотря на то, что у нас лишь рак, вот такой такой токсик, чисто токсичный чел, теперь арты не отдам, но это вообще банлист дадут тебе, смотрите, какой, у него там очень много моего золота, но надо, чтобы он это, подвел куру, колодцу хотя бы, может забудется, не напоминать ему, так, сколько, 65 крипов, чуть-чуть не дофармил я, там ого разминает, жесть, очень токсичный лишь рак, очень токсичный, ладно, ждем, может выведет, и заберем, почему вообще должен это ждать, да, ну серьезно, гайд на траксу, ребят, вот такой вот у нас, получается, токсичный, парень на пятом золоте, обиженка, кто-то его обидел в игре, вот он теперь зашел, всем портит настроение, ладно, фармим, следующий артефакт какой, спросите, вы есть у нас птшка, аквила, все есть, скорее всего лотарс, сделаем, и будем уходить в Эншнтап, главное тут сейчас зафармить все, и вы идем, опа, Виндран минус, прикиньте, держит куру, держит до конца куру там, держит куру, он готов, хорошо, сало качаем, знаете почему сало качаю, потому что удобно, вот сейчас Виндранка не успела, думала он там W клацает, убью тебя, выигрываю тебя, W клацает, а не может ничего сделать, куда куру полетела, вижу, все, можем леса колотить, о, давайте топ за дефит, о, щит, топ за дефит, там хорошо Тамара у нее была, она в КД была, хорошо, можно изи дефить, у меня уже 2000 сверху, 2000 сверху, все равно ведет туда, смотри, засранец, ужас, токсичный чел, го в эншентов, ребят, не дает он мне мои артефакты, но пока хрен с ним, я не буду закупаться, в любом случае, рано или поздно он даст, в любом случае, рано или поздно он отдаст, выходим в эншентов, очень жестко, на самом деле, меня это просадит по бусту, ребят, ну ладно, для вас это контент, для меня это тоже контент, печально, на самом деле, но это такое себе, такое себе, что я тут сейчас умер, ну а что я могу сделать, по сути, что я могу сделать, блин, можно как-то с курьера, я никак и дропнуть не могу, это не моя кура, печалька, печалька, все это, ребят, ой, печально, вендранка умрет тут, забери его, пожалуйста, лишь рака этого, лол, как ты не забрал, печально, так, погнали дальше, веншентов, опа, менерчик там балуется, но я не думаю, что я, хорошо, нормально, забираем, фарм вообще 20 минут, о бабочках, примерно, сеншентов можно выколотить, примерно, примерно можно выколотить, стало, в принципе, нам 4 хватит, пятерку вернее, в принципе, должно хватить, поэтому пока что, мы берем 3, аккуратно с 3 подками, подождем, тут крипов, хотя возьмем, тп, кстати, надо вот так вот сделать, чтобы не палить, своему бы, все, и душем, эншентов, душем, эншентов, смотри, специально не подводят, прикиньте, ужас, какой чел, на лешерке, так, 11 левел, есть, угр, поможем, ребят, побежали, бегу, 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 брат, бегу, помогу, сайланс, только дать ему, он отлетит, блин, я хожу без своих артипа, прикиньте, на полторы тысячи меньше золота у меня, опасал, отдал там, до свидания, ужас, пацан сфидел, просто, просто сфидел, где там кура этого, чувачка, что такой быстрый, так там же Bloodlast, долго ждал, хороший, забираем тут крипов, уходим на низ, наверное, ну, был бы сейчас ПТшка и Аквила, было бы намного круче, было бы намного, упая, арты летят, он забыл, все, забрал, наконец-таки, наконец-то забрал, ребят, жесть, наконец-то я забрал свои арты, go, душить, go, душить, жесть, не будьте вот такими людьми, ребят, логи Тес, ЛЦ2, вот просто, я даже при вас, логи Тес, ЛЦ2, просто сразу бан, это очень токсик, очень токсик, чел, вообще жесть, очень токсичный, чувак, по сюда, спасибо, что не разбил, вообще, такой токсичный, чел, любый, так, даем бэкстеп, сразу сайленс, и душим, хорошо, огар понимающий, огар одобряю, я не могу такое написать, честно, в чате, на гайде, тем более, но огар красавчик, понимающий, так, хорошо, душим дальше, о, тут почти дохлый тавр, отлично, две тычки, дальше пушим, ребят, наша вообще задача на троксе, это пуш, очень сильный, очень сильный пушер, там по себе герой, очень лютый, next, там я думаю, бкб, хуй сделаем, хорошо, надеюсь, тут я не взорвусь нигде, надеюсь, не взорвусь нигде, сейчас пойдем на мид, хорошо, вот так вот делаем, побежали, за сайленс любого убиваем, минерчик, да, ставит, продолжает, но стоит в хг, я не пойду так, на гло не пойдут, на развороте, ууу, гаста, прикиньте, пацана, давай, давай, если что, на развороте, я помогу, эх, не выжил, чалька, да не, чё, могу забрать, могу забрать, опа, там еще кто-то, могу забрать, хорошо, ой, да ладно, прикиньте, прикиньте, гост откатился, гост откатился, закайтил тычку, осуждаю, максимально, ладно, окей, моя ошибка, хорошо, так и скажем, go blacking bar, и вообще фармить будем, тупо фармить и все, фармить будем, такое себе, ребят, ну такое все, моя ошибка, не знаю, я забрал бы изи, немного не подрасчитал, просто думал, либо его, либо джагера убить, но слишком близко он стоял, тут, в чем прикол на троксе, по позиционке, вы должны стоять, от персонажа, так, чтобы можно было, его спокойно проводить, куда-то, то есть, вот если вот тут, вот так вы будете драться, очень удачно, будет не очень удачно, драться здесь, потому что он только зайдет за дерево, и вы не успеете накинуть, еще пару стрел, и он, конечно же, спокойно убежит, поэтому, вот такой вот смысл, надо аккуратно, вот эту тему все выискивать, почему я не юзаю, третий по кд, потому что, вы толкаете линию, линию толкать по кд, не обязательно, в нужный момент, нужно нажимать, я лично нажимаю, стараюсь в нужный момент, и все, никак иначе, о, братан, хорошо, отлично, лучший, так, почти есть бкб, что там, шаман от меня хочет все, хорошо, так, но пока что все ровненько, почти есть бкб, да, отлично, бкб, нам тут нужно для чего, для того, чтобы мины игнорить, конечно же, и шамана поддушивать, надо бы, там шаман, кстати, сразу голос взял, понимает, что, будет какой-то дудос, джаггер, она, джаггер, даггер, купил, прикиньте, джаггер, даггер, даггер, опасно сюда идти без, демо, джаггер в мид пошел, давайте подеремся, 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 магию какой-то нажмет парень, овощи ему, онлайн до кучи, там джага сейчас задушит, вообще можно в рошана, по идее зайти, с таким билдом, по идее рошана можем зайти, я обычно кармюю через, через эншинтов, но эншинтов мы пойдем, душить примерно, ребятки, на миду, когда будем стоять, тогда будем душить, а так пока, почилим, почилим, так, рошана заберем, сейчас, наверное, скинем стик, хотя, тпшку скинем, наверное, стик, не смысла скидывать, я думал, если на топ, ты пахнуться, зафармливать, но нет, не варим уже, я включу, потому что, табр, ой, табр, табр, нету, тут линию поддержать, хотя бы чуть-чуть, хорошо, забрали рошана, гул сюда, сайланс 4, это очень важно, почти у нас есть, бкб, джаггер там, очень интересный, кстати, вроде как, не дурачок, сэнт, сэнт и даст, покупает, так что, катка интересная будет, ну, у нас главное, на расстоянии держать, аегис взяли, побежали, так, хорошо, шаман в виду, вот там кто-то был, тут можно спокойно, теперь стоять, кушать, желательно, крипов всех забирать, конечно же, дополнительно, очень легко ей фармить, герой такой, для новичков, на самом деле, я с него, если честно, начинал, но тогда она была, немного другая, тракса, был бонус на ловкость, меньше, намного, и не было вот этого, 400 ауе, вот тракса, протупило, видели, нормально, будешь душить, нифига, змеек тратит, прикиньте, ну, по идее, не должен убивать, а, 7 вообще, 7 маны, тэшку забираем, ой, да ладно, 7 маны же было, 7 маны у пацана было, 7 маны же было, у нее, наверное, манга было, но я в любом случае, тамбор пока не добил бы, все равно не отошел бы, не успел я немного, в этой ситуации немного тяжело, ну, в данный момент не в стриме уже, правильно, ладно, сфидели, сфидели, не знаю, у нас ребята на меду занимаются чем-то, но я в принципе покушал уже очень много таверок, очень много, откуда у него мана появилась, а так, если честно, ну, наверное, манга зажали, либо у, у этого, у подмы, аркана, не, не следил, честно, стараюсь больше на разговорную тему душить, дефуз не очень хочется делать против шамана одного, против шамана одного не хочется дефузы делать, но есть бкб, сейчас будет полегче, будем все, что просто напихивать, джаггера главное убивать, убиваем джаггера, вообще все отлично, стики в помойку, next scade делаем, стики в помойку, next делаем scade, подпускать не спросите вы, стандартный артефакт для траксы, который позволяет вам очень жирными стать и просто душить, либо манту, в принципе дефолт это идет манта, я не знаю, ну тут конкретно манту я не знаю, буду делать или нет, только если ради дастов, потому что у меня лотар, лотар, так сказать, в пуле артефактов, поэтому пока не могу сказать, что буду делать, давайте апнем 16, кеншентом я вообще не подхожу, это очень плохо, стараюсь толкать другие линии и все, я считаю, что это немного такое себе, гоу, попробуем что-то задушить, надо драться, у меня смотрите, 23 минуты, очень в принципе, нормально, такие бодрые артефакты, левел хороший, нужно кого-то найти и задушить, там джага пошел, скорее всего, он в иншентах поколотил там и побежал, карта темная, опа, минерчик, ага, хорошо, хорошо, что, гоу, аквилу выключаем, выйдем на мид, на миду по-любому кто-то будет, патмания, смотрите, у патмы соул и тревел, странно, почему так, у это гигген, оп, хорош, сейчас джага, наверное, поведет, да, я не хочу, честно, подставляться, джага, потому что сейчас, я думаю, подойдет, он замедлил, ну, еще раз, хорошо, от джага, идет уже, хорошо, ой, какой газ плохой, но за душу тоже, газ плохой очень дал, минера бы забрал бы еще, можно сказать, даже на вставочку забрал, оу, щит, прикиньте, что делает, я не умираю тут никак, по идее, если бы не включил, я включил бкб, сдох бы, от молнии, 5 тпшку сделаем просто, если в бкб, ху, не включил, от молнии сдох бы, жесть, так, 2700 у нас имеется, ману только восстанавливаем, и бежать можно, давайте на топ сходим, очень много грибов, немного не, не услеживаю за картой, были внизу вроде крипы, близ хайграундов, можно было задушить, побежали на топ, можно в принципе манту сделать, давайте манту сделаем, раз у нас в принципе сегодня гайд на траксу, я уже честно так отвык, гайд на траксу, сделаем дефолтную манту, иллюзию очень сильно бьют, потому что траксы, блин, я не успеваю, да, ксин заберет, ну, конечно, с одного фиста, хорошо, делаем тогда манту, манту с кадди сделаем, наверное, и все, манта с кадди, это наш первый билд, наверное, будет, и вторую катку попробуем, наверное, забуриться в какую-нибудь катку, такую, где ребят попросим взять венгу, и как-то на аурах поиграть, потому что это самое приятное, играть на аурах, но немного фарм долгий, конечно, с нижней линии, посмотрите, как на меду будет, если они загангуют, на меду артефакты будут намного раньше, намного больше артефактов будет, намного круче будет, хорошо, джага на меду, но джагу я в любом случае перефармил, у меня, у меня бкб полярное, что, вард не сбил-то, хороший, вард не сбил, о, шаманчик, по таймингу, и до свидания, еще один юл, серьезно, что за рейд босс на шамане, рейд босс на шамане, отвечаю, так, отходим, опасно, слишком постоять, нельзя так стоять наглую, и линкс при взяли, нормалин, нормалин, давайте здесь аккуратно пройдем, может кого-то подцепим, нормалин, это никого нету, только крипа, хорошо, зафармливаем крипов, можно, в принципе, на хг зайти, я так думаю, опа, миранка, миранка, ой, да ладно, вот это разобью, жесть, убегаем, виза вытащим, ой, да промах, серьезно, промах, чтобы вы понимали, это был промах, просто, промах, просто промах, просто промах был, все равно не замедлил бы, Джага старается захейтить, минимум, нормально, люблю на траксе, заходить в лес, по кайфу, вообще, зашел в лес, фулкапа, все, зашел в лес, фулкапа, шаман, конечно, потеет, потеет, отличная руна для нас, не получается, у нас тут бегать, найс, хорошо, и получается у нас тут бегать, постоянно от эншентов, где-то подпушивать, потому что игра немного не такая, о, грибочек, на траксе фармить, конечно, по кайфу, в принципе, в дефолтной тайминге, мы не укладываемся, ребят, это видно, но мы, хотя бы, что-то прикупаем, что-то прикупаем, хотя бы, ждем следующего, рошана, я думаю, зайдем на хг, потому что тракса вообще должна фаст пушить, я хочу катку вам фаст пушить, показать примерно 20 минутку, на траксе, потому что, ну, это нужно, джага подфармливает, по-чуть, джага чуть подфармливает, сколько дамаги там залетает, жесть, хорошо, сейчас сеншей там 2x, убьем, хорошо, отлично, огур помогает, дубинкой дал этому голему, опа, ну, манта есть, кстати, очень хорошо, если что, влатар, не торопимся заходить, в bloodlust, опача, брат, поможешь? развороте, лоха, ладно, пойдет, подходим, кнопки просто раскидали, шаман ульт поставил, шаман ульт поставил, если что, манта есть, вот здесь сейчас можно будет поймать, думаем развороте, опа, как я и сказал, огур добыл килл, ой-ой-ой, я ару, чуть не примагнитил к себе, гохг по душам, немножко, получится, надеюсь, нету, бочек нету, хага минусу, хага минус, смотрите, как ломаем, папа, глифчик пошел, глифчик пошел, на хага не хочется заходить, сейчас зайдем, минус, сторона будет сейчас, джаги нету, никого нету, очень быстро пушит, тракса, урона очень много, ломаем и отходим, все, готово, готово, тут можно будет быкануть, аккуратненько, гасту нажмет, щит, огур брат поделишься, уроном, а потом бедный, погиблый, все, отходим, огур если мне поделил урон, было бы боба, зря юл дал, опа, входим, хорошо, жесть, задушило, нет, не надо, плиз, пожалуйста, опа, варды стоят, ой, не варды, вот тут, блин, вот как он, как просто, блин, по логике, ребят, ну серьезно, я думал, тут нету трэпов, ой, рили, просто я логика включил, думаю, ну ладно, не пойду по дефолту, пойду наверх, вроде тут мы снимали опсы и варды, ага, захожу трэп, здравствуйте, дорогие, у них еще тут вард стоит, они сразу наверх пошли за мной, сразу наверх за мной пошли, так, 2800 есть, ладно, это таких фейл, блин, не знаю, что этих узел делать, что ли, шамана убивать, он постоянно выживает, и не могу убить, горашана, пофиг, горашана, мид мы спушили, блин, ну интересный, забавно, не знаю, понравится он такая, откатка или нет, но оппоненты так, сражаются, конечно, пытаются меня максимально хейтить, тоже как бы, ну, кнопочки нажимают, жага там, конечно, такой агрессивный, центр даст и опсы, вся фигня, шаман там нормальных, кстати, играет, сразу гол взял, чтобы не фидить по кд, вендранка только там, проигрывается, и минер, вроде от минера толку особо нету, ну, у нас мидер, 8-11, недовольный, на всю жизнь обиженный, так что, ребят, нормально все, агр взял гем, молодец, так, ну что, let's go, аквилу сразу, продаем, бежим, заберем сейчас, агр пытается снять, не получается, иду, рож сразу, зайду, берем аегисы, заходим, тупого аегисы, атак спит, под агром, вообще кайф, так, ну на топик, сена, лагер еще купил, хорош, теперь, ну шаман, очень опасен, сейчас будет для нас, очень опасен, они от дефа, очень много могут сделать, можно попробовать, забайтить шамана этого, по-самому деле, надеюсь, у меня, я их не буду пытаться, забирать, хорошо, опа, вот мы, ару, только не поймать, можно ее забрать, если я не пойму, ару, давай, 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 таркса, шевелись, вот это мой крип, хорош, отлично, давайте, минуту, снесем, неизгол, что топ, давайте подпушим, деду дадим, дамаги побольше, топ, пусть немного подпушится, у дедову, 72 урона просто, хорошая, 4000 золота, у меня есть уже, га, понизу, смело зайдем, я вообще могу, знаете, что сделать, отфейкануть здесь, что я тут на низу, побежать на топ, побежать на топ, вот так вот сделаем, и смело топ зайти, смело пойти на топ, ну то есть все, хилочку разбить, нет, правило сплитпуша, пацаны, надеюсь тут нету, бочек, вот сплитпуш в таких моментах, ломается, ну топ я сломаю, пока они внизу, все дерутся, топ сломается, на траксе сплитпуш, вообще индикатор, смотрите, просто все уже сломал, он блат на ступал, еще бкб, эхо есть, бкб, эхо есть, ну давай, добей, хорош, на развороте, и барак упал, отлично, то что нужно, и 6000 золота еще есть, отлично, давайте парню на пятом слоте дадим, вот такой вот, чиполах, хорошая катка, мне понравилась, там, хорошо, серверуха есть, о, регенчики, регенчик есть, эншитов толкнем, и 4000 еще есть, 4000, серверуха есть, и какой-нибудь еще шестой слотик сделать сейчас, но скайди хочется, но тут диффузил нужен, ребят, тут нужен диффузил, знаете почему, потому что парень на шамане, живет постоянно, давайте сделаем диффуз, вместо скайди, у нас будет диффуз, это в принципе 2000 хитпоинтов, это очень много, и вместо скайди, диффузил сделаем, чтобы снимать все, и бкбшки расстреливать, у нас бкбхо на 6 всего, секон, но ничего страшного, на 6 секунд всего, но сейчас задушим, может что-нибудь даже на вставочке сделаем, пусть что-нибудь на вставочку, такое лютое, у нас аигис есть, как-никак, он сейчас останется, хребочка разобьет, тече нет, но не могу ничего сделать, буду драться просто, ну, хорош, задоламываем, гг, задушили, задушили, опа, иди сюда, давай тебя тоже, а и минер вообще не вовремя рестнется, о, абадон затанчил, погнали, серьезно, смотри, что делаем, но шаман, конечно, подсирает, нормально так, серьезно, собьешь ему, шаман-хейтер, короче, ребят, хейтер на шамане, жесть, и диффузил тоже слили, но на самом деле, и без диффузила, тут уже все понятно, ребят, ну, тупо хейтер на шамане, ну, молодец, он все правильно сделал, тупо, задушили, ну, катку мы выиграли, даже с таким мидером, даже с таким мидером, который у нас есть сейчас, 8-12, и с тем руином, который он делал в начале игры, конечно, каточка на 37-й минуте закончена, на траксе так лучше, конечно же, и поддушивать, ребят, потому что тракса, это такой герой, который на фасте заканчивает каточки, намного лучше, так, поддушивать, ну, хорош, gg, ребят, вот такая вот у нас первая каточка вышла, давайте пойдем в next-овую, next-овую, и сейчас постараемся собраться, ну, дефолт через мид, именно дефолт через кади, через бабочку, потому что, если ловкач, значит бабочка, ну, и, конечно же, постараемся сыграть с аурами, ну, и что-нибудь на вставочку нужно, и чтобы еще интересно было, погнали на их строитель, так, ребят, загрузилась у нас катка, let's go, сейчас сыграем через центральную, но центральная заскоржа немного будет по-другому, но тоже будет полезно, тоже будет полезно, и так, смотрите, не знаю, будет ли спереди еще одна катка, то есть, это первая или вторая катка, я точно не знаю, но, наверное, первую оставим, чтобы не менять, если что, добавим просто побольше игр, если что, возможно, сделаем дополнение, не суть, короче, смотрите, в чем прикол, просто хочется интересную игру, но почему я первую оставляю, потому что у меня не было затара до 12 минуты, минуты у меня, слишком, слишком что-то долго меня там держали в этом, с курьером, с этим, блин, парень перебил меня, перебил меня парень немного, слишком долго меня этот парень с курьером мурыжил, но ничего, все равно выиграли, катка была не очень аккуратная, но в принципе приемлемая, в общем, что я хочу от этой игры в данный момент, хочется что-нибудь потненькое, это первый момент, и хочется, знаете, что сделать, хочется собраться именно по дефолту, А именно собрать там допустим Вот эти скади, маднесы все Все что нам нужно, все что необходимо И конечно же поиграть немного потнее То есть вторую и третью катку Хочется именно такие Сейчас мы посмотрим что там ребята наберут По банам вроде нормально там и бару И все забанили, как классно играть на XLTB Не знаю, прям те герои Которые вас могут жестко контрпикать Вы можете их забанить Ну страта как в D2, правильно да? Мне это очень нравится Ну и что ж, надеюсь эта катка будет интересная Ребята что-то там каких-то героев берут Непонятных Вот Юрнера уже более понятно А то я смотрю там снайперы, Рики Ну Рики еще тоже может раздавать Это конечно страшно, но тем не менее Наша задача сейчас это Идти в центральную линию, забуститься Убивать мидера И конечно же выформить артефактов Столько сколько нам нужно У нас есть Потма в команде Потма в команде есть Усибоу Иска мальчик Иска О, Венжефул Венжефул кстати плохо против Траксы Потому что когда ее убьешь Она минус армор дает Ой, минус армор Минус дамагу дает своей аурой Неприятная аура тоже такая Так сказать Работает Как это называется Когда Противоположную сторону Забыл слово Такое слово красивое Ах Реверсивно получается, да? Реверсивно Вот так вот Так, летс гоу У нас центральная линия сегодня Погнали Берем Траксу Побежали Побежали Сейчас начало сезона Блин, я помню такой гайд Даже писал Такие гайды Прям в начале сезона Немного тяжело писать Гайды Потому что не знаешь Кто как играет И не знаешь Как команда какая попадается И на самом деле Тяжело Тяжело Так хотя бы отсеиваешь Под статистикам Ребят плохих Кто У кого там ливы Там лузов много Я мид пойду Мид пойду Хорошо Все По прокачке Пока что стоим Там у нас Смотрите Магов много Всего много Ребята Как обычно Чатик не читают Я мид Пишешь 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 Ребята На траксу гайд Нет Плюс-минус Ну пусть плюс-минус будет Так Летс го Что это такое Что меня убивает Собрался А у него орба Прикинь у него орба И этот Бей его нафиг Сало качнул Ой какой баш Ферстон Нас Найс Сало качнули Задошили Хорошо Странный На джагере Парень Самую быструю руку На диком западе Надо показывать Еще пацаны Между прочим Хорошо Так Вардецкого Берем Сразу себе Ммм И пока Оставляем Снайпер Просто Вбш Снайпером Будет тяжеловато Стоять на траксе Потому что Если снайпер Начинает уходить В дистанцию Очень тяжело С ним становится Стоять Потому что У него герой Более агрессивный Будет Как ни как Это снайпер Но снайпер Немного слабее Я считаю Чем тракса Потому что Давайте вот так вот сделаем А че это ты Надо только отсюда Отойти Снайпер Он в чем прикол Снайпер На шестом левеле Вот именно Шестой Против шестого Снайпер Чуть-чуть слабее Будет Потому что Тракса Будет его с руки Убивать А у снайпера Есть возможность Разбавить Свою физику Магии За счет Первой И ультимейта Поэтому Как бы тут уже Траксе Нужно поймать Эту грань Когда вот Шестой левел Четко И забрать его Постараться По другому Ну никак Так Ну зонит он Мне шрапами В принципе Вот про это Я и говорю Разбавлять физику Магии Ну хорошо Пока потеем Ничего страшного Тут постоим Попотеем Немного Почему в этот раз Я взял билд Не тройку А взял Вот такой Билд Потому что На данный момент Мне нужно Чем-то отбиваться От снайпера Вот сейчас Он может даже Умереть Он может даже Умереть Сейчас Но нет Не будет Подставляться Может даже Умереть Замедла По идее По чуть-чуть Должно хватить Чтобы его Подзадушить Эх Дедок там Промахивается Припьянел Немного Вообще Пофиг Деда Хорошо Есть сапог Сейчас можно будет Бэкануть и попробовать Забрать его Все Погнали Сейчас как обычно Промахи кайтим Вот здесь Заходим Хорошо Сыграли очень агрессивно Берем Третий Отлично И сейчас можем Спокойно Вот эту линию Пушануть Даже можно Вот так сделать Го Поможем Ребятам Там у нас Отма Рикича Вытащить Нет Так я не буду Время терять Там Это тупо трата Времени Когда вот так вот Идешь Потому что Мне нужно Экспица Сейчас самое Нужное время Для того Чтобы снайперу Не отдать фарм И не упустить Этот момент Когда мне нужно Вырваться вперед Выше снайпера Стать Поэтому вот здесь Вот эта беготня Для меня Абсолютно лишняя И Она не принесет Мне никакой Никакой фишечки В игровом процессе Так Две хилочки взяли Два расходника Для того чтобы Снайпера откидывать Будь шрапнели Нужно будет как-то стоять Подфармливать Нужно аккуратно Хорошо Но снайперу Не даем Не даем фарма Сами тоже Особо без фарма 11 крипов Если что Это очень мало На меду 53 должно быть В том случае 53 крипа В меду Должно быть Вот снайпера Смотрите У снайпера Третий Снайпера Третий левел Хорош Я тут умру Скорее всего Хил не могу Узать Когда он крутится Просто подошел Закрутил Эх ладно Увидел Но не отманся Ничего страшного Просто пришел Закрутился А это 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 Хейтер Кстати На втором Слоте Ничего Ничего Вот оно В чем Прикол Блин Я буду Кикать Всех подписчиков Кикать Смотрите Что делают Извращенцы Ладно Все равно Эта игра Будет в одном Русле Типа Ну Лузовая Для них В любом случае То что меня там Убили Это Мелочи На старте Всегда так Стараются задушить Морально Просели Чтобы Хиназисы А потом Конечно же Вот так Вот значит Да Понимаю Это я Смотри Это я Вот это Мне всегда прикол Это я Вот я Вот я Вот я В чате Там такой Чисто И начинается Соревнование Знаете Вот типа Я крутой Это плохо Что я тут С крипами Буду Но нормально Должны справиться Эх Ну вот Сразу бы дал Тарфол Чтобы я так Не хопал Еще и крипов Пытаются забирать Ну вообще Крыса Ладно Все Есть у нас Шестой Шестой левел Сейчас снайпера Будем просто Под тавером Давить Вот сейчас Он выйдет Можно будет Сейчас засейвить Этих крипов Давайте вот так Даже сделаем Вот 23 крипа Это мало Очень у нас На это время Ребят Очень мало Очень мало Крипов Сейвим тут Крипов На одном месте Армор Включил Чтобы крипа Дольше жил И будем Сейчас Можно стартануть Уже Стартануть Можно Тп Нету У меня Сейчас Надо Тп Еще Взять Рикич Рикич Кстати Опа Ага Так Нету Ни хп Ничего Нету Сделаем Вот так Вот Врябе Заберу Я тебя Тоже Заберу Кстати Нет Не заберу Не заберу Хорошо Это Хорошо Сейчас Рубика Можно будет Попробовать Забрать Еще Просто Накидывать Вижена Тут не хватит Вот Тракса Уязвима Под этим Виженом Так Третий Подушим Чуть Он просто Будет Пользоваться Этим Виженом И все Я не смогу Его забрать Го Пока По рунам Пройдемся Что-то Ко мне На мид Просто Пришли И стали Афк Снайпер Свапнулся А Гоу Снайпер Пробежим Если Варда Нет Очень Хорошо Будет Сайланс Беру Двойку Да Он ушел Нет смысла Ити Тупо Тупо Время Потеряю Тем более Грибы Уже И тут Лучше От тп Сыграть Будет Потом Так же Самое Маднес Лучше Сделать Нам Маднес Сикер Там Куршует Если Рубик Подойдет Я его Задушу Я его Задушу Масочку Надо Поднять Масочку Надевайте Не знаю У меня Просто Мид Бросили Пацаны Плохо Ничего Не добивая Ну ладно Первая катка На следующий день Разминка Можно сказать 35 крипов 53 надо Сделать Если на боковых Линиях Крипстат Немного Больше Потому что Линия Растянута Более На этих Линиях Чуть Попроще Чуть Поогрызаемся Потому что Я его все равно Не заберу Думан Войны Уйдет Все Все Можно Вот так Кушать Газ Украл Вижена Нету Тут Поэтому Забрать Я его Пока Не могу Вообще Варт Упал Сейчас Шестая Минута Ой Восьмая Минута И Опять У нас Вижен Появится Так что Нормально Лучше Общим Эншин Начинать Уходить Вообще Вэншин Лучше Уходить Он Не даст Мне Запушить В любом Случае Хорошо Пармим До Маднеса Уходим Вэншин Уходим Душу Станк Вилл Он Кстати Не чувствует Почти Урона Пронак Вилла Все Таки Чуть Армора То Что Дает Это Очень Круто Боже Как Я Повис Неприятно Еще Повис Еще Так Неприятно Господи Ну Не знаю Такой Зашквар Честно Ладно Все Пусть Питерон Стоят Мину Рики Не отходит От мида Второй Раз Уже Просто Подходит Стоит Ладно Просто Подлавливаю Че Я Варт Не Поставил Видел Будь Джагу Я Хотел Сюда Варт Поставить Просто Чтобы Убить Его Но Видите Как Получилось Убили Меня Классика Жанра Опа Фит Хорошо У меня Остаток Ида Просто 3-2-1 Ливай Называется Что Гоу Окей Все В миду Все В миду Все В миду Гоу Душить Хил Любого Хил Любого Хорошо Классика Жанра Как Называется Эта Тема Так Сайленс Берем Мне Нужно Будет Сайленс Для Файтов Хорошо Все Наверное Выравняется Сейчас Ну что Снайпер Пришел Снайпер Будет Ломать Свою Линию Душат Пацаны Хорошо Снайпер Ничего Нету Там В принципе Так же 48 Крипов На Десятый Ну Две Смерти Хороший Старт Плохой Старт Потом Две Смерти Жиловато Будет Разберемся Сейчас Вот тут Мадность Доколотим Хорошо Висячая тема Что баф Очень сильно Задерживается Из-за этого Короче Меньше Время Идет Задерживается Меньше Время Замедления По подпушим Чуть Вилла Включена Хорошо Сикер Решил В нападение Пойти Сикер В нападение Прямо Подтэшка Ну товар Сейчас заберем Да Все Толпы Я так думаю Хорошо Все Забираем Мадность Тавр Спушили Одиннадцатая Минута Это нормально Возьмем третий Чуть-чуть урона Поднимем Можно качаться Вообще Тупо Тупо Как хотите В принципе Можете третий Качать Но я тут вижу Потенциал в сайллесе Блин Девять утра И я в шоке С того что Интернет Сейчас даже Лагает Это что такое Вообще За что Плачу я Тысячу рублей В месяц Прикольно Тупо Причем Он просаживается И все Так Короче Далее Что мы должны Сделать Не знаю Аманту тут Сделать Аманту тут Сделаем По-любому Потому что Там же Герналт Опять-таки Снимать И даггер Тут будет Через даггер Будем играть Можно будет Аккуратненько Сейчас подбить Тут Пошка Ааа Далее Пошка Пошка Плохо Но Толку нет Но хотя нет Есть толк Заберем Сейчас там Ребята еще есть Огур тут Отстань Дай вот эту дурочку Забрать Хорошо Дай Вот так вот Отойду Все Дамага есть Погнали Дамага есть Погнали Ну не знаю Ничего не забрал Я в этой драке Абсолютно На 4 типа Ассистанса 4 ассистанса Как будто Дамаги вообще Нету Просто Нужно было Сейчас балансировать Этот урон Который я вношу Потому что Прикич рядом До меня докопался Смотри урона Нету нифига На статус Не просмотрел Ташку побить Быстро падает Та вражи 120 урона Очень Людая тема Хорошо Или плохо Не знаю Хорошо Ну пойди Должен убегать Должен убегать Так Убегу В Рикича попал Но нету Гаста Чтобы Заделать Все фишки Все Гол туда Хорош Можно даже Сразу Даггер Сейчас сделать И фармить Дальше Давайте Даггер Купим Коле Агрессивно Играть Промах Ладно Хрен с ним Все равно Идем на Иншей Либо яшку Либо делаем Даггер Но яшка Для дальнейшего Фарма Ну давайте Так как у нас Еще активная Катка Возьмем Стики В любом Случае Стики И погнали Колотить Они очень активно Играют Снайпер Будет Латар Покупать Снайпер Латар Будет Покупать Так Ну это Плохо Ага Лаггер Там Крутится Крутится Волчок Ульту Макинь Да Беги Я Соберу Стики Есть Хорошо Погнали Все Вот так Кинул Крипов Добивай Хильнулся По Сразу Я Его Заберу Чисто Крипочек Большой Без Урона Так Магазик Дом Сюда Хорошо Тагерочек Возьмем Тагерочек Будет Интересно Масков Маднес Это Его Маска Сто Процентов Потому Что У него Инвентаря Было И Было Не Было Не Было Инвентаря Инвентаря У него Не было Он Соответственно Прогулял Маску Прогулял Маску Получи Минус Маску Бывает Я помню Когда я Так Солд Бустер Прогулял Так Еще Одну Пачку Крипов Берем Вот Так Вот Делаем Венжи Фул Что Next По Артефактам Скади Скорее Будем Просто Долбить И Все Задолбим Скади Даггер Есть Скади Вообще Я Даггер Очень Редко Беру Потому Что Он Не Влияет На Мой Фарм Обычно К 20 Минуте Но За Сентов Фармливаешь Просто Бабочку И Заканчиваешь Катку Очень Лютая Тема Го Ребятам Помогать О Там Еще Рикич 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 Но Сейвят Они Его Там Сейвят Они То Есть Маднес Берешь Значит Расчет На Фарм Жесть Как я Ничего Добить Не Могу Расчет Значит На Фарм У Тебя Людый Так Что Там У Нанесут Джага Да Если Маднес Берешь Просто Колотишь Все Если Я Взял Яшу Я Был Пошел В Рошана Сейчас Скорее Все 15 Минута Почему Нет Урона Хватит Лайт Украл Тоже В онлайте Плохо Но я Лучше Веншнер Постою Пока Что Блин Ребята Там Вычат Смотрите Людно Так Регенерация Раша Гол Хорошо Хорошо На хг Засунуло Осуждаю Такие моменты Ладно Не знаю Суета Такая Драться Пацаны Хотят Сикер Кидает Мне Первый Не знаю Знаете Он Как Первый Работает Типа Урон Дает Урон Дает Знаете Такое Наверное Смыс Это Так Сделаем С инвиза Вытащим У С инвиза Вытащим Но толку Кп Слить Главное Все Слили Кп О Пацани Вот так Вот Хорошо Даггер Есть Можно Поесть Позиционку Подыскали Запрыгнули Джага Там Подошел Я думал Джага Сейчас Напихает Джага Не стал Напихивать Хорошо Я думал Джага Сейчас Напихает Джагер Внизу Рубик Молодец Старается Он Крипочки Стоят По 12 Уронов Поскольку По 42 Вернее Нормально Кушим Кушим Ору Не наша Точно Ору Точно Не наша Ору Надо Уходить Все Гава Отсюда Так 2100 Есть Яшку И купить Тогда Равно Очень Очень И сейчас Такая Дилемма У меня По поводу Билда По поводу Билда Потому что Я играю Сейчас Через Дайгер Ну Я ТП Нажал Нажми Пожалуйста По поводу Билда Потому что Я купил Себе Дайгер Я Дайгер Обычно Не беру Но для Билда Мне Нужно Потому что Я Обычно Беру Маднес Яшу И До 25 Блин Заканчивая Но Это Гайд В гайде Нужно И затянутую Игру Показать Что типа Вот герой Может и в лейте Что-то надавать Причем в лейтгейме У нее очень хорошие статы Статы по урону Будут там 350 урона Просто Но Не суть Не суть Не в этом смысл Смысл в том То что Я немного теряюсь В понимании фарма Именно с дайгером Потому что Дайгер В принципе Не помогает тебе Фармить Быстрее Если ты стоишь На троксе Только в кемпах Я стою только в эншентах И все То есть понимаете Как я играю на троксе Как же Так как на горгоне Я играю Так и на троксе Пропусти меня Господи Он поймал его В душе Еще и купол ставит Ну Соло фраг получается Не могу Дайгер Сбит Так Отойти Третий Включим В чем проблема Еще третьего спела Некоторые Некоторые ребята По кд нажимают Третий И почему Не понимают Почему они не могут Фармить нормально Почему они не могут Зафармить другие линии Потому что другие линии Отталкиваются Вашим Третьим спелом Когда вы Берете И откидываете его И все Вы просто кидаете Лайны Постоянно Пушите их И у вас потом Естественно Ничего не получится Вот так вот Сделаем Это меня Блинканул Хорошо GG Задушено Оп Арморчик Крипом даем И пушим Очень быстрый Пуш на троксе Очень быстрый Огуртом Сейчас в Рошана Можно смело идти В Рошана Let's go Можно манта Сейчас уже будет Докупить Манта Хороший артефакт Я думаю Многие согласятся Спасибо за подписку Офлайном подписываться Ребята Смотрят видосы Спасибо вам Каждому Кто смотрит видео Так Ну что Ситуация Пока Оппоненты У нас Ага Крипов нету Оппоненты Пока у нас Сдаются Устики В помойку Возьмем Сейчас Орбу Купим В Рошана Зайдем С мантой Пойдем В Рошана Потому что Нужно будет Немного побольше Смотри Нету Крипов Ну я думаю Заблочили Кто-то тут Варды ставит Еще Заблочили Скорее всего Извращенцы Пацаны Не туда Вы Зашли Куда-то Не туда Пацаны Зашли Куда-то Из Вращу Хорошо Тамара Такая Еще Одинокая Полетела Такой Себе У меня Людый Недофарм По артефактам И лютый Недофарм По таймингам Ребят На данный момент Намного лучше Нужно Отыгрывать Потому что Хз Посмотрите Просто 120 Крипов Должно быть На 20 Минуте Если Вы Тупо Крипите Но У нас Тут Файтинги Идут Хз Даже Ну-ка Стакнется Тресится Нет Заблочили Все-таки Мне не показалось Не показалось Давайте Даже Посмотрим Кто Нам Заблочил Возьмем Один Сентрик Смотрим Кто Нам Заблочил Кто Там Такой Умню Тянуть Эту Катку Влейд Думаю Не Стоит Потому что Там Рикич Рики Имеет Максимально Быстрый Доступ К моему Герою Это Вообще Жестко Поэтому Надо Будет Сейчас Аккуратненько Выформить Выформить Надо Будет Разблочить Кэм Сейчас Так Сделаем Забираем На миду Крипов Хорошо Отлично Ну Конечно Кто Юр Ну Кто Еще Кто Как Ни Подписчик Будет Бежать В ней Блочить Кэмпы Ну Серьезно Вот Поэтому Я Стараюсь Подписчиков В игры Не Пускать Потому что Они Знают Меты И я Не Могу Их Показать Другим Ребятам Чтобы Они Тоже Знали Эту Мету Вот Вот Блин Хитрюги Не Не Знаю Но Даже Зная Это Очень Так Сказать Не Сильно Напрягаешься Хорошо Ладно Молодец Понимает Понимает Знает Как я Выфармливаю Чаще Всего Это Я Всем Как Ну Как Я Это Всем Показываю Как Я Выфармливаю Через Эншентов Как Пацаны Стараются Меня На этом Постоянно Останавливать На Эншентах Хорошо Что тут Срублено Хорошо Го Как раз Даггер Откдшится Вот Сейчас Даггер Очень Актуален Будет Потому Что Урона Много Очень Быстро Забираю Кэмпы И Очень Быстро Ухожу В то Или Иное Место Для Того Чтобы Там Подфармить Сейчас Даггер Очень Хорошо Помогает Если Минут На Минуте 13 Он Вообще Ничем Не Помогал Мне Для Начального Старта То есть Лучше Было Бо Яшу Конечно Взять Я Считаю Вот Сейчас Вообще Пушка Так У нас Аегис Вообще Мы Должны Подраться 16 Левел Есть Погнали Не знаю Огра Уже Забрали Да Но Ничего Поможем В любом Случай Рики Чтут По Любому Вот Так Вот Ману Не Тратим Я Не знаю Не могу Никого Забрать Мне тут Манту Не буду Езать Манту Езать Не буду Хорошо Вот так Вот Через Него Хорошо Нормально Мкб Желательно Быть Сделать Но Этот Сайленс То Такое Хорошо И Ульчик Я Еще Думал Манту Не успею Нажимать Да Хорошо Просто Стоим Она Тут Не Получится Братан Вен Гол Тэшку Хорошо Просто Хочется Артефакты Выфармливать Еще Но Драться В меньшинстве Не очень Похай ФБ Вот Сюда Нанизу Крипы На топе Крипы 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 Постоянно Отпушивают Но Я держу Третий Чтобы Максимально Можно Было Задамажить Тобра В драке Можно Нажимать Тоже Дамаг С Крипа Под 80 Урона Будет Неожиданной Так Сказать Приколюха Неожиданной Темой Для Оппонентов Так Смотрите У нас Есть На данный Момент 4300 Я думаю Можно Сделать Скади Еще Для Дополнительного Жира Блин Я там Крипов Оставил Мои Кемпы Которые Не дофармлив Осуждаю 4300 Сейчас Там 5000 Поднял На Сикер Забираем Хорошо На Низ Побежали На Низу Фарм Скади Сделаем Сейчас Скади Можно Будет Мкб Тут Без Бкб Будем Играть Там В принципе Не сильные Кнопки Там В принципе Этих Кнопок Нет Не сильные Кнопки В принципе Нет Туда же Рубик Только Рубик Не за Дизейблит Тола Тола Рубик Столько Не за Дизейблит Полторы Тысячи Эти Дофармить Пацаны Чуть Остается Сейчас Тут Крипов Погоняем Веншетом Забежим Хорошо Опа Войт Зашипел Пропусти Снайпера Гоняет Войт Защипел Шипучка Чистовой Годировка Ладно Не суть Огр Тоже Посмотрите Еще Проиграть Даже Можем Сейчас Сделаем Скади Хорошо Скади МКБ Скади МКБ Скади Уже Есть Скади Уже Есть Стол И Можно Будет Ити Душить Есть Все Let's go Так Один Слот У нас Остается Это МКБ Эхо Будет Ну И Моншард Скорее Сего Будет Как Без Моншарда Так Можно Вот Этот Вот Этот Эффект Можно Убрать Другой Эффект Зать Куда Там Сикер Побежал Сикер Попробуем Что Там Подсейвим Если Че Много Дамаги У нас 248 Это Очень Хорошо Есть У нас Манта Если Что Манта Нажимаем Убегаем Даггер И Что Даггер Продадим Потом Просто В машину Переоденемся В машину Почему Скади Спросите Вы Для Статистик Отличный Артефакт У нас Статы Прям По Кайфу Статы Плюс Замедление То Есть Вы Можете Не Отключать От Хил Можете Спокойно Стоять И Душить То Есть Это Вообще По Кайфу Становится Можете От Хил Просто Не Отключать У 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 Так 44 Да Секунда Нанизу Джаггер Да С Даггером С Маднесом С Яшей На Низ Сейчас Пойдем Душить Их На Низу Подушим Стрелы Включаем Если Что Просто Переключим Главное Под Гастом Душинуть Ну Не У Лотар Смысл Можно Напасть Но ХП Если Я успел Слить Ему До Критичного Хитпоинта Чтобы Сикер Видел Было 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 Круто А так Нет Очень Нагло Тут Стою Могу За Это Поплатиться Очень Нагло МКБ Надо Сначала Объем Обычной Стрелой Потом Еще Скади Пробафаем Чел На месте Стоять Будет Тупо На месте Рубрик Сбивает Но Они Сплотились На самом Деле И Нужно Опа Тут Кто-то Есть Видели Урон Упал И Поднялся Вот Сейчас Тут Урон Падает Поднимается Тут Рики Под ногами Гастом Не Вот Тут Тут Рики Где Вот Надо поймать Где В какую сторону Пошел он Тут Находится На Рики Морона Своем Опа Да Вот Она Оу Щит Как Хорошо Замедла Двойное И Душим Хорош Порносферу Украл Хорош Кто-то в БМ Убился Нормально Душится Рики Рики палит Сам себя То есть Смотришь По статам Вначале Вначале Пацаны Вначале На меня Нападать Пацаны Хорошо Внизу Крипов Много Много Да Оу Туда Пацаны ХГшку Помутим И немного Пошло дело Урона Правда Нету Пока Венга Не Лестница Тэшку Тэшку Глиб Минус Куру Забрал Кто-то Снайпер Да Под этим Под arrow Стоит Надо бы Уходить Под arrow Снайпер Стоит Блинкануться Сюда Не смог Где герой Где у меня герой Смотрите По карте Не вижу Я еще и залагал Пойди давай На траксе Жесть Я все время Даггера Пролагал Ужас Видели У меня героя Не было По карте Видно Было Видно Иллюзию То есть Героя Вообще На карте Не Я подумал Где у меня Герой Вообще Сейчас Пойдем Рошу Заберем Можно Моншард Себе Баф Сейчас Двойное Замедление Выключать Даже Не будем Хорошо Рикич Там Что-то Душит Но Задушили Вот Это Помойку Хорошо 5400 У нас Есть Это МКБ Эхо Много Рошана Заберем Быстро Я На миду Крип Да Миду Крип Сейчас Если Что Крип Подойдут Тэшку Нажмем А можно Даже Сейчас Уже Нажать Они Быстрее Пропушат Смотрите 80 Урона Катка Через Бабочка У нас У нас До сих Проще Не Было Как Тракса И Без Бабочки Давить Она От Ловкости Все Не Пробьет Как Это Тракса Без Бабочки Сейчас Там Низ Посмотрите Как Хапанет Крип Сейчас Рез На Листом Дамага Не Будет 82 Урона Ката 82 Урона Хорошо У нас Есть Аегис Можно Пойти Попробовать Задушить Кто Нибудь Кого Нибудь Мит Добить Например Ну Пол ХП Тавер Было Чуть Больше Но Пол ХП Как Вы Видите МКБ Нужно И Шард Купим Сейчас Мы Забрали У нас В магазине Курот Находится Сейчас Мы Не Попал Гаст А Он Сюда Блин Канулся Блин Канулся Ну Я Тут Один Стою Очень Опасно Упал Венга Свапай Брат Гаст Еще Дали У меня Тут Серьезные Проблемы На самом Деле Я Еще Без Даггера Не Успел Это Смерть Ладно Гу Затариваться Ну Не знаю Такое Себе Такая Себе Ситуация Ребят Я Просто Пошел И Слился Ладно И Рубик Кстати Соло Зади Зай Блин Купол Поставил Стана Дали Просто Классика Ладно О Есть Курьер Лол Его Не Было Какой Респаун Обычный Курьер Такого Быть Не Может Ладно Ничего Страшного Кур Ле Твоя Кура Наверное Твоя Шкура Наверное Все Такие Волода Так Наша Ситуация На самом деле Плачевная В игре Становится Тем Что Я Пошел Сейчас Аегисом И Отдался Не Знаю Где Были Ребята Чего Они Делали Вот Здесь Я Видел Просто Герои Стояли И Все Ладно Не Суть Главное Сейчас Правильно Прыгнуть Раздамажить И Все Получится Под МКБ Сейчас Уже Можно Будет Драться Под Тучей Ничего Страшного Бывают Ошибки Но Типа Не Знаю Где Моя Команда Была Что Они Хотели Там Делать Где Огр Стоял Непонятно Но Я Тоже Сильно Туда Пошел Я Пошел Рубика Ловить В итоге Поймали Меня Ганг Превратился В Ганг Пацаны Патма Минус Патма Минус Выиграем Тут Нефиг Тут Выигрывать Сейчас Мы Не хотели Я Я Хотел Шестой Слот Взять Я Хотел Кому Дать Аегис И Пустить Его На Корм А так Когда Сам Идешь В Роли Корм Не Очень На самом Где И Очень Без Бкб Конечно Тяжело Будет Когда Рубик Будет Поднимать Хотя Бо Даже Телекинезом На Такое Себе Но Все Равно Страшно И Страшно Маднес Поменяем На Сатаник Если Что Я Пошел На Топ Ладно Шоп Ребята Не Умерли Пайбэк Наколотить Внизу Огр Погибает Да Шоп Гем Купим И Го Топ Толк Ну Тревел Надо Взять Б Уже Тревел Сейчас Если Много Денег Будет Тревел Беру И Нормально Будет К базе Ближе Вардов У нас Нет К сожалению К сожалению Вардов Нет Но Сейчас Гем Купим Хорошо Начинается Потная Игра А пот Знаете Из-за чего Появляется Из-за Ошибок Просто Банальные Ошибки Когда ты Идешь Просто Умрешь Отдаешь Стрик Ты Отдаешь Примерно По 2000 Золотом И Все На этом Начинается Пот На этом Начинается Пот Когда ты Много Делаешь Именно По Файтингам Когда у тебя Набираются Какие-то Стрики Ты И Потом Можешь Эти Стрики Отдавать Просто И Все Отдаешь Стрик Даешь Очень Много Артефактов Поэтому На этой Карте Соло Тяжелее Намного Играть Если У тебя Команда Не Играет То есть Если Они Не Пытаются Что-то Сделать Там Просто Бегают Получается Так Что Ты Забираешь Фраги А потом Подфиживаешь Оппоненты Одеваются А команда До сих пор Не одета То Уже Потом Совсем Другая Игра И Начинается Очень Серьезный Проблем Так Даггер Тревел Есть У нас Если Что Сейчас Драка Начнется Будем Задушивать Блин Я Не знаю Надо Светиться Так Вот Делаем Рикич Фюзи Фюзи Рож Таггеры Есть Если Что Эх Ну Я догоню Пойдем У меня Тревел Так Вот Пойди Газ Там Уже Достал Нет Рож Вар Стоит На Хаги Не Закинешь Брат Но Я Буду Так Его Убивать Пофиг Вообще МКВ Купил Просто Стей Авто Тач Как Хорошо Что Я Отблинковался Вот Туда Рикич Там Лоха Пога Прыгнул Я Могу Мид Прыгнуть Чпоньк Хорошо Выкинули С ультейлом Нет Мы Не Не Должен Пробить Меня Не Должен Не Должен Хорошо Че там Резается Да Ребята Ну Барак Я Заберу В любом Случае Вон Шахт Купим Еще Ага Вин Преснулась Можно Нагасть И Покатать О Рикич Я В Таверну Тут Сори Я Прогулял Что Рики Реснулся Именно Рики Вот Плохо Когда Я Не Играю По Цветам Мне Так Непривычно По Цветам Играть Здесь Это Жесть По Цветам Вообще Не Люблю Играть Потому Что Ну Вот Смотрите Как Там Подожди Г Не Г Как Вот Эти Вот Цвета Вот Ну Как Вот С Подводят Поэтому Учитесь По Цветам Играть Но Я Не Могу Себя Заставить Переучиться Играть Вот Именно Ну Вообще Не Могу Как Там А А Даже Крипы Другого Цвета Вообще Все Другого Цвета Не Могу Ужас Хотя Вот Так Более Правильно Играть Потому Что Вы Будете Видеть По Цветам Ориентируется Кто Реснулся Примерно Ага Но Сейчас Четыре Раз На троксе Кстати Раз Много Можно Умереть Вот Я Сейчас Насколько Играю Редко Игры Отыгрываются Там В Одну Две Смерти Обычно Три Четыре Потому Что Тоже Есть Ошибки И С этими Ошибками Играешь И как Да и фиг С ним Все равно Катка Выигрывается Как Там Аль А Гем Забрали Да Минус Две Стороны Гем Забрали И Сейчас Ребята Идут Отдаваться Это Очень Плохо Очень Плохо Опа Подмаза Душит Ребята Отдаются Гемич Там Гем Рики Гемич Рики Слушайте Ну Ой Я манту Нажал Случайно Это Очень Плохо Что В данный Момент Сейчас Происходит Знаете Почему Я Попробую Джанг Собрать Вот что Я манту Отдал На базе Рики Может Очень Сильно Душануть Меня Кстати Там Не Спушится Давайте Третий Нажмем Будем Дефиться Ну Как Дефиться Если Поставит Купол Сделаем Я Тройку Нажал Там Нормальный Крип Раздамажен Там Два Дальника Ничего По Дальником Просто Постоим Почилим По 80 Урона Дальний Крип Войт Прыгает На купол Если Поставит Боже Войт Прыгнул Просто И все И потерялся Войт Прыгнул И потерялся Такой Войт И все Такой А че Нажимать Это что Дота Мы что Дота Убираем Подрики Не хочет Вставать Надо Байт Вот таким Вот так Вот Отлично Манта Если что Закатимся Хорошо Напихал Просто Просто Напихал На топе Напихаем На топе Сейчас Напихаем Вот так Сделали Все Отлично Если Джаггер Пришел К ним Мне кажется Они бы Запушили Мне кажется Они бы Запушили Пойдет Хорошо Рикич Главное Рикич Забайтится На кого-то И мне Пойти В этот Момент Задушить Так Ну у меня 6 слотов На самом деле Плюс Даггер Сатаник Сейчас Можно будет Переодеть Да-да Сатаник Сделать Роша Есть Если что Роша Пойдем Ну мы Сейчас На топ Зайдем Я сломаю Просто И все Дракса Ломает Просто Изи Урона Нету Вообще Венжи Фул На 20 Секунд Забрала У меня Домага Все Пацаны Тушите Свет Тушите Свет Пацаны Джи Джи Это Будет Глупо Если Я Сейчас Не Закончу Потому Что Потом Возможно Можем Даже Проиграть Гг Мега Крипы Ну На Траксе Это В принципе Изи Изи Ошибок Много В этой Катке Очень Много Ошибок Я Не Хочу Умирать Тут Нету Манты Блин Хороший Купол Но Опять Убивать Венго Для Ауры Так Ну Я Прыгну Только Дайте Деггер Заюзать Рики Пайпай Хорошо Захилимся Хорошо Буду Драться Буду Драться Як Мужчина Деггер Был Сейчас На характере Задушу Их Let's go На характере С венгой Не знаю Нет С венгой Так Не задушу Манты Нету Говорит На характере Сейчас задушу Нету Характера Был обман Там был бы Характер Слишком много Там Все-таки Рубик Одним телекинезом Много делает Смотри Вижн Типа Есть у него Какой крутой На Рубике Все кнопки Нажал Все кнопки Нажал Что ты хочешь Гастануть Мини Ну давай И че Ой Ни даггер Ни манты Не нажал Прикиньте Ладно Го Го Драться Просто Передамаживаем Нормально Пойдет Пойдет Минус 4 Там Гг Ну просто играемся По сути Играемся Гг Рубик Байбэкнулся Хорошо Но это посмертный Так сказать Сейчас мув был Чисто драться На верочке Уф Еще промахов Кстати Повезло Не выпало Там с лоу граунда Гг Гг Пойдет Пойдет Снайпер Байбэк Еще мегадев Собрали сделать В общем Че тут по билду Еще можно доделать Ребят Можно просто Сейчас Дособирать Какой-нибудь Сатаник И так же Драться Стоять Просто деретесь И все Автоатачите Урона Очень много Эх Сейчас бы Т Наивай Да На крипах Т просто И смотрите Сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Каталашек И столько Дальних Крипов Просто Все бы Дохли Крипы Просто По 90 Урона Были бы Но Гг Они и так Это в принципе Не дефают В общем Сейчас пойдем Некста Вот такая Средняя По потности Катка Получилась У нас По билду В принципе Ну я думаю Все понятно Как через Даггер Сыграть Следующий Билд Будет Через Бабочку И стараемся Сделать Именно Фаст Пуш То есть Закончить Игру За 25 Минут Я считаю Что Тракса Так как Это пушер Такую катку Мы должны По-любому Вставить В гайд Поэтому Ребят Next Катку Постараемся Просто Заспушить Заспушить Засплит Пушить Запушить Посмотрим Как все выйдет Погнали Next Так ребят Загрузилась У нас Очередная Каточка Что ж Я хочу От этой Катки Увидеть Это Конечно Какой Нибудь Пуш Хочется Увидеть Какие Ни Комбинационные Действия От команды Чтобы Было Все сплоченненько И адекватненько Не знаю Как у нас Пойдет В этой Катке Но Постараемся Задушить Если у нас Не будет Получаться Пушить То мы будем Только фармить Потому что В пабе Очень тяжело Ребяток Собрать И попросить Чтобы Собрались Вместе Очень тяжело Потому что Все каждый Идет Куда хочет И очень много Теряется Поэтому Нужно Находить Грань Какую-то И стараться Делать все Совместно Го Парни Го Венгу Возьмете Пару К Троксе Пару К Троксе Спросим У ребят Смогут ли Они Пойду Попробуем Удушить Хорошо Пуджа Взяли Ну пудж Хороший Контроль Троксы Но ничего Справимся Справимся Ребят Смотрите В чем Короче Прикол Как мы будем тут работать Попробуем Если у нас Сейчас Если сейчас Ребята возьмут Нормальные И в принципе Посмотрим по их Геймплею Как оно будет Все происходить Будет все вровень То мы постараемся Попушить Если нет То будем фармить Потому что Пытаясь запушить Когда вы Пытаетесь собраться Короче толпой Не получается Собрать команду И вы теряете Очень много фарма Бегая просто Афк Пока другие Керри допустим Фармят Это проблема Большинству игроков Потому что Ну Не могут Ребята Вот собраться Вместе И теряют Весь фарм А потом Удивляются Почему Проигрывают Так что Вот такая Вот тема Так Венгу Взяли Хорошо Сейчас Если что Пофармим Выфармим Основные Сплоты И будем Почуть Нагнетать Игра Будет Через Лотар Я стопроцентно Постараюсь Постараюсь Сделать Бабочку Но Бабочка Нам нужна Будет Где-то Примерно Ну Посмотрим По фарму Опять-таки Ой Взяли Кунку Вот Кунка Кунка Будет Мешать Очень сильно Но Пушить Не получится Смотрите Еще и Тинкер Пушить Не получится Там Тинкер Еще Бкб Надо будет Тут Сделать Пабочка Бкб Маднес Лотар Птэхо Такие Артефакты Но Пушить Тут Не получится Ребят Видно По пику Поэтому Постараемся Знаете Что Сделать Выфармить А потом Уже Будем Душить Поэтому Играем Как обычно Видно Уже По пику Оппонентов Что Фаст Пуша Не получится Там Тинкер Будет Очень Сильно Солить И Конечно Коттл Будет Солить Тут Смысла От пуша Не будет Уже Никак Поэтому Ребят Собираемся И идем Просто Фармить Как можно Быстрее Постараемся Выфармить Сейчас По каждому Постараемся Показать Лучшие Тайминги Надеюсь Умирать Не будем Так Пуш Не забываем О пудже Как было В прошлых Катках Выхукивали Поддушивали Так что Вот такая Тема Let's go Задачу Я вам Пояснил Ребят На эту Катку Я Мид Парни Выфармлю И Задушим Вот так вот Напишем Ребятам Чтобы было Понятно Что у меня Серьезные Намерения На эту Катку Главное Мид Не Сфидить Вот этому Пацану И вот этому Я думаю Меня будут Душить Толпой Тут Бара Ой Там Пуш Скорее Всего Скорее Всего Там Пуш Кибер Котлеты На Пацанах Руну Блин Вот тут Проблема Руна Забирать Проблема Руна Забирать Потому что Сейчас Под Время Будет Хукать Да Нет Не Хуканул Я чисто Чисто Скреплял Зубами Побежал Потому что Понимаю Что Меня Сейчас Возможно Подхукает Так Кто На Миду Будет Сейчас Посмотрим Кто Будет На Миду Посмотрим Кто Будет На Миду Вардик Мы Взяли Если Будет Тинкер Ост Да С Тинкером Немного Будет Напряжно Если Тинкер Опытный Если Тинкер Опытный Память Лазером И Душить Будет Но Мы Попробуем Тоже Мы Тоже Не Пальцем Деланы Тоже Не Пальцем Деланы Перетягнули Под Перетягнули Под Перетягнули Перетянули Крипов Не Добил Я Одного Крипа Оп Хорош Переиграли Тут Не Успеем Переиграть Уже Тут Тоже Не Успеем Тинкер Пытается Ласхитить Парень Понимающий Пошло дело С крипами Сейчас мы Дамажим Нормально Крибы Там Плюс Урон Имеет Ботинки Раз Свой Родной Мэс Очень Высокий 320 Тяжело В таких Ситуациях Поддушить Тяжеловато Праксов Очень Мало ХП Я Очень Уязвим Для Тинкера Просто Падаю С Прокаста Хорошо Отлично Выформили Сапожочек Берем Агрессивно Стоим Уже Тинкеру Немного Поддушили Лицо Но Крипов Мало Добил Я Ребят Мало Добил Крипов Очень Мало Поэтому Нужно Немного Лучше Стараться Не Подпускаем Лок Линии Промах На Мне Хорошо Погнали П Вен Гомер Лан Это Тинкер Это Тинкер Я Вижу Промах Ясно Ворочка Подтанчишь Я Зайду Промах Дает Конечно Мне Чтобы Я Не Забрал Пусть Бара Забирает Пусть Бара Забирает Промах Конечно Дает Мне Сразу же Классический Тинкер Иллюзии Там Вы Всегда Ли Хорошо Сейчас Нужно Будет Бояться Тинкера Потому Что Он Если Прокаст Даст Я Умираю Поэтому Забираем Крипов Отходим Отходим Убегаем Можно Даже Так Выразиться Теперь Нужен Курьер Ихил Кура Очень Далеко Очень Плохо Ладно Стоим Здесь Чилим Чилим Сейчас Я В Очень Невыгодной Ситуации На самом Деле Может Спокойно Матин Перестоять А Закторимся Два Хила Взяли Если Он Дает Первый Мне Я Автоматически Умираю Кварт Ставит Да Молодец Первый Дает Автоматически Умираю Потому что Ракеты Добивает Уверенно Парень Стоит Но и Кура Рюзает Еще Прикиньте Насколько Типа Я стою Лох Пов И Кура Рюзает Тупо Чтобы Светом Что-то Принести Неужели Настолько Важно Хотя Одну Хилку Сразу Заюзаем Чтобы Выровнять Ситуацию Визибилити На топе Убивает Кого-то Да Кинкер Конечно В левеле Сразу Промах Дает А чай Под промахом Ничем И не делаю По сути Правильно Кинкер Вообще Выигрывает Мит Утраксы В любом Случае А я Кстати Умер Я Че-то Вообще Тупанул Сейчас Тяжело Тяжело Против Тинкера Стоять Тинкер Не Дурачок Нам Тяжело Засрая Как у него Засранчик Что-ли Чайник Засранчик Лоу Понимаю О Подобьет Хорош Кура Висит Надо Шестого Дождаться Что-то Как-то Делать Но Фармить Я тут Не могу Уже Слитой Линии Тот Сам Момент Когда Тинкер Пропал Левел Уже Все Шансов Нет Тем Более Еще Умер Вообще ГГ Хоть Просто Спамить И Все Уже Никак Сайленсом Разбадривать Его Как-то Урона Нет Переагривать Вначале Еще Как-то Доминация На каких-то Минутах Вначале Первая Вторая Третья Минута Прошла Сейчас Уже Нет Такой Доминации Не Будет Тяжелее Намного Хорошо Гол Стакнем Стакнем Еще Венга Кстати Его Подфидела Вот Почему Еще Он Скаканул Вверх Вот Так Она Че Ну Плохо Све По Фармам На Данной Стадии Игры Ну Вардик Еще Стоит Это Хорошо Левел Лапаем Будем Просто Фармить Тут Возьмем Маднес Но Будет Очень Тяжело Фармить Потому Что Регенерация Хотя бы Че То Монетка Лучше Было Мне Шестой Левел Сразу Тайт Тинкер Седьмой Левел У меня Шестого Даже Нету Прикиньте Какой Перефарм Б Не Убьешь Ты Ничего Там Откуда Ты Бежишь Просто Куда Бежишь На Баре Мне Сразу Прокаст Отдает Прикиньте Ужас Какой Ужас Какой Тинкероса 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 Он Безарморный Хорошо Кунка Че Стой Левел Кунка Жирный Очень Мо Ныне Тоже Прикиньте Вряд Развернулся Жесть Рожь Можно Трипл Кстати Сделать Сейчас Тут На Вставочку Сделаем Мне Кажется Сделали Трипл На Вставочку Тебе Драка В Меду Котл Топ Пушит Блин Че На Фигня Вообще Эй Два Где Ясно Там Все С Баратрумом Жесть Сайда В упор Вообще Никак Не Пробить Типа Ну Сори Я мог Там Что-то Попробовать Понапихивать Но Нет Нам Нужно Сайланд Скачать Нужно Сайланд Скачать Ребят Вот Так Вот Сайланд Надо Будет Качать Замедло То Есть Сайланд Надо Качать Маску Взять И Скорее Уходить Отсюда И Варды Надо Еще Сейчас Я Просто Умираю Все С ракет Просто Буду Умирать Сейчас Покупка Аквилы Ошибка На данной Стадии Маску Просто И в лес Фарма Слайны Я не Вытащу Погнали Попробуем Просто Побить Статично Так Восьмой Левел Там Все Такое В принципе Должно Пытать На что-то На жизнь Так сказать Должно Хватить Должно На что-то Хватать Так сказать Должно Хватать На жизнь На жизнь Должно Хватать Хорошо Сало Качаем Сало Качаем Не Не варик Вообще На лайн Выходить Типа У меня Там С ракет Сейчас Вдушит Маска Выформим И бен Шинтов Маска Вот Вот Этот Крип Это Маска Этот Крип Это Маска Маска Надевайте Пожалуйста Пытаемся Камбэк Нить Ребят С помощью Перефарма Других Линей Потому что По-другому Никак На тинкера Выйти Сейчас Это Тупо Смерть Поэтому Нафармливаем Большого Динозавера Идем На базу Берем Вот так Тп Все Хорошо Хорошо Тинкер 600 Хп Очень Мало Я его Убиваю По идее За Сайленс Попробуем Сейчас Баррой Ну Не успею Я ДП Собара Очень Быстро Очень Быстро Бежит Стремительно Сейчас Можно Будем Чуть Чуть Поколотить 26 Крипов Смита Против Тинкера Мид Чуть Чуть Поколотим Чуть Буквально Пару Крипов Хотя Нет Не поколотим Кодал 800 HP Мид Не будем Колотить Уже Если Пришел Туда Унка Это Уже Нет Смысла Забей Как Говорится Нет Смысла Забей Нет Смысла Забей Корабль До Свидания Так что Поэтому Аккуратно Камбэчем С боковых Линей Забираем Корм Можно Больше Ребята Все В миду Чуть Позже Перетянемся Позже Перетянемся Все Хорошо Сайланса Нам Хватит В принципе Тройку Все Погнали В мид Кнопки Там Вроде Поотдавали Уже Кнопки Поотдавали Пойдем Тэшку Заберем Тэшку Заберем Герой Неприятный Там Тэшку Тяжело Забирать Тяжело Тэшки Забирать Очень неприятные Герои Такие Как Кунка Тоже на крест Садит Торрент Отходим Не буду рисковать Глик нажали Значит Дефят Нафиг Не хочу Кунка С топориком Да он стоял В засаде Там Поэтому Надо Поэтому Надо Так Сейчас Стакнем И фармим Дальше Фарм Такой себе Блин Я все Никак За сынтов Не попаду На троксе Потому что За сынтов Самый кайф На ней фармить Очень быстро Фармишь Худше Попробуем Есть Нормально Пробов Хорошо Отлично Глономид Сейчас Маднес сделаем С Маднесом Пойдем Веншинтов По урона Под венгой Хорошо Атак Атак Спида Вообще Нет Вообще Нет Атак Спида Я не Пойду Соло Пушить Если Ребята Уходят За меня Прячутся Я Соло Не Пойду Прокса Вообще Такой Герой Который Всегда Сзади Должен Стоять А не Бежать Вперед Вперед Она Бежит Только При Аегисе И Перефарме Но Не На Данной Стадии Поэтому Ребят Запоминаем Слушаем И душим Погнали Эншинтов Все У нас тут Два Кемпа Спокойно Забираем Начинаем С изи Крипов Сейчас Девятый Десятый Левел Прапаем Хорошо Там Драмер А нет Там Армористые Эти Иваси Драконы Реснулись По моему Да Иваси Драконы Можно Вот так Сделать Ему Пусть Долго Телится 7 секунд Есть Этого Тоже Можно Погнали Аккуратно Хорошо Вот так Вот Делаем Отлично Бара Пришел Помогать Фармить Помогать Фармить Бара Пришел Нормально 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 Экспо У меня Стилить Люто Иди Отсюда Запарил Стою Экспо Апы То есть Чем прикол Я себе Экспо Настолько Сильно За Апы 11 Сейчас Уже Вот так Левела Было Много Экспо Забрал Всю Экспо Почти Забрал Сейчас Если Вот так Экспо Будет У меня С динозовера Он Вот так Забрал У меня Хитрюга Котл Почти Аганим Име Тинкер Револох Нет Плохо Конечно Для него Это Плохо Для него Как Хорошо Что Есть Маднес С Маднесом Конечно Чуть Живее Будем В плане Отхила Лучше Нанизу Да Все Погнали Калашматим Пока Ребята Внизу Радуются Скункой Мид сломаем Ну как Не добить Тавер Гайд Вот Не добиваю Тавер Из-за Лага Так Хотел Это Золотишко Получить Долгий Фарм У нас Ребят Очень Блин 11.41 По времени И Типа Ну Интернет Делает То Что Лагает В это Время Настолько Нелепо На самом Деле Днем Интернет Лагает Это Смешно Так Ладно Не суть Какой Некстовый Артефакт Мы будем Делать Крипов Этих На Меду Я не Трогаю Не хочу Их Забирать Потому Что 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 Мы Сделать Там Там Кун Кун Еще Ребятам Помогать Побежали Побежали Как раз У них Ничего Сейчас Не будет Чего Сейчас Не будет Собьем Тинкеру Тп Поможет Мне Там Кто Нибудь Еще Это Плохо Резрак Брат Вообще Просто Идет Афк Ультанул Был Забрал Бо Мне Кажется Пуджа Я Во Мне Даран Писал До Этого Тинкеру Тп Сбили Он Такой Что Произошло Но Слишком Много Героев Резрак Вообще Не Помог Вообще Не Помог Ладно Ничего Разменялись Но Три-три Это Такой Себя Пока Да Ребят Но Пкатка Такая В мид Тяжелый Очень Был Мид Тяжелый Ребята Дерутся Постоянно Объясни Как Ттп Сбил Пашер Так Напишем Пацаны А че Урну ему Кинь Наконец Таким Урну Молодец Спектра Не Отпускает Килингс Приберет Спектра Не Знаю Душат Душат Ребята Го На топе Заберем Яшка Есть Лотар Сделаю Лотар Равну Неуязвимость Пуч Очень Жесткий Там Контрит Третий Раскачиваю Ребят Хорошо Будем Просто Фармить Пуч Очень Жесткий Хорошо Ага Кунка Там Пошел Пиленгс 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 Прик Кто Там Делает Пуч Пульс БМ Конечно Страшно Мы Не Знаем Что Это Такое Пульс БМ Как Вы Убивать Непонятно Я Не Могу Никого Тоже Убивать По Сути Котл С Аганим Ча В Эншентов Побежим Но Не Успев Я Побежать На Эншентов 1300 Есть 1400 Верни Котл Через Монолик Это Серьезная Тема К Это Страшно Уходим Ой Ой Пуш Тут Прикиньте Как Это Плохо Жесть У них На самом Деле Очень Люда Вот Эта Тема Я Вообще Не Могу Подходить Туда Я Туда Просто Не Могу Подойти Кунка Плюс Пуш Тинкер Это Жесть Маднес Ой Маднес Сейчас Лотар Лотар Сделать И БКБ Надо Лупить Срочно Покбху Срочно Надо Гоу Ну я Танчить Не хочу Пацаны Стоят Просто Лотар Разошел Рону Не Уязвимость Ну Блайн Далит Не Попадем Просто По Нему То есть Они Очень Сплоченно Дуршит Типа Без Шансов Жесть Жесть Лучше На Низ Сейчас Может ТП Сделать Надо Фармить Короче Ребят Пайтиться Не Можем Пока БКБ Не Куплю И Как Убивать Никого Не Сможем Пока Лотар Не Купим Лотар Не Купим Че Не Сможем Делать Бенга Фидит Просто Плохо Но Лотар Надо Ребят Добьем Лотар Уже Будем Как-то Пытаться Траться Там Очень Сплоченная Команда У нас Нет Такой Команды У нас Нет Такой Команды По-моему Вот тут Он Один Там Стоял По Тинкер Пойдем Давайте Сейчас На Топ Топ Сделаем На Характере Справимся А На Топ Топ Говорит Здесь Кдшка Три В Меду Но Вылазить Не Очень Хочется Потому Что Непонятно Сколько На Топе На Меду Вернее Спектра Резрекс Стоим Просто Не Вижу Никого На Карте Самая Безопасная Часть Карты Наверное Сейчас Топ Лес Наш Что Лес Ага Это Сделаем Быстренько Заколотим Есть Такая Кнопка Пуш Там Все Погнали Пуш Играем Сплит Пуш Тогда Пацаны Варика Нету А С командой Драться Под Кункой И от Варика Я тут Ухожу В любом Случай В любом Случай Ухожу Кинкер Пришел Хорошо Хорошо Кулка Лотар Надо что-то От Лотара Купить Никогда Не обращайте Внимание На вот Это Вот То Что Кликает 1 10 Вам Всякие Потому Что Это Вас Только Заморалит Вы Не Должны Моралиться В таких Играх А пытаться Делать Эту Игру Соло Запомните Эту Тему Ребят Тупо Запомните Инвиз Равно Неуязвимость Не Тп Тайт Мом Я Угру На Под Маднес Конечно Конечно Дастов Ни у кого Нету Мне Тоже Даст Надо Покупать Но Надеюсь Хоть Они Его Заберут Ценой Моей Смерти Еще Котла Если Заберут Вообще Круто Будет Молодцы Не знаю Вместо Тп Маднес Вместо Чего Мне Вместо Чего Мне Взять Даст Я Не знаю Жесть Порас Фидели Ладно Тинкер Тамбарды Ставит Тайт Смаднес Там Два Игрока Делают Игру Вот Этот И Вот Этот Слот Вен Гейм Варде Отдал Вот Мрася Че Ты Не Идешь Боже Секун На Барах Вот Эти Вот Бара Вообще Боится Всего Бара Всего Боится Просто Смотрите Сто Маны Чарджей Нету Ничего Нету Не дает Очень Боится Просто Боится Как Агня Бкб Ребят Эту Катку Будем До Конца Играть В любом Случае Венга Интам Варды Отдает Фиддит Максимально Пытаются Заруинить Но мы Постараемся Это Выиграть Стараемся Я не Обещаю Конечно Но Постараемся То Что Там Мне Кликают Это Все Это Все Люди Так У Тинкера Гост БФ Там Окунках Даст Есть У него Животнич Есть Даст Хорошо Попробуем Я далековато Правда Но Тинкер Я вылезу Я умру Вылезу И умру А тут Вообще Их Типа Вся Контора Нет Три Героя Я тут Тоже Умру Сейчас Какой Смысл Какой Смысл Да 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 Рак Рак Хорошо Только Успокойся Типа Там Вылазит Смерть Хорошо Пармим Дальше Как хорошо Что 500 Мутов Есть Для Таких Ребят Специально Для Таких Ребят Ребят Спешл Блин Опять Гасты Все Берут Жесть Прикиньте Дамажить Не смогу Веймы Гасты Лучше Идет Генгер На Пудже Мы Его не Убьем У него Гасты На Топе Надо Котла Постоянно Пинать Равагу Слили Я Там Помогать Не Буду БКБ Надо Прям Тут Диффуз Бы Зашел Против Тингера Тоже Против Тингера Ронотоп Бежали Лотар Не тратим Пудж Идет Тоже Тут Попробуем Пуджа Побить Хорошо Пойдет Пойдет Гасты БМ И Понажимали Фарм У нас сейчас Задача Это купить БКБ Чтобы мы Были Дееспособны Чтобы мы Смогли Драться Я не знаю У него Голст Голст Нажимает И выживает Спокойно На Тинкере БКБ Надо сделать И Диффуз Другому Никак Других Артефактов Тут быть Не может Блин Запарили Телаги Сейчас Тинкер Депыхнется Буду С ним Драться Да Стоять 1600 Надо Спасибо Почти БКБ Ха Почти БКБ Ха Почти БКБ Можно Попробовать Кстати Аккуратно Рошана Попробовать Зайти Забрать Будет Очень Кстати Хорошо Если Я Зайду Его И Заберу Это Очень Хороший Буст Мне Даст Можно Попробовать Под шумом Ребята Там Будут За Тинкер Бегать Попробуем Попробуем Я думаю Заберу Главное Чтоб не спалили Меня Нашим Меня Не Спали Пуджа Минус Блин Канисто Дай Первым Бьем Бьем Нормально Убила Убила бы Я Убил Тинкера Роша Приоритет Так Они взяли Дастов Ну Такая же Беда Ребят Кто Там Идет Тайд Тайда Я Не Убиваю А Можно Попробовать Хорош Этого Жирного Говнюка Тоже Нормально Я Там Разменялся Он Из Свапы Этот Не Может Ни Пилой Попасть Ничем Этот Свап Хорош Он Ну На Такие Лоха П 6 Бмкд Бм Очень Быстро Придешься Так Пойдет У меня Еще Есть Аег Есть Аег Хорошо 50 50 Золото 50 Золото На Сильвер Го Знаете Что Сделаем Вот Так Вечно Саквилой Бегать Не Буду Делаем Вот Так И Погнали Нет Не Вот Так Не То Что Вы Подумали На Данной Ситуации Произошло Вот Так Вот Делаем Погнали Есть Оега Сейчас Попробуем Нужно Тинкера Попробовать Убить Либо Котла Сразу Но Желательно Котла У Котла Нет Никакого Сейва Плюс Лутайда Ничего Нету Тайда Вообще Тинкер Гем Тинкер Хорошо Отлично Хорошо Гем Тинкер Надо найти Кого-нибудь Аккуратненько Найти Букеры Фбм Хрена Чем Пофиг Нормально Есть Бкб Я Не Как Я Не Успел Нажать Лол Осуждаю Прикиньте Что Это За Стан Был Перфект Тайминг Вообще Идеальный Был Я На Бкб Хужал На Бкб Ху Не Нажалось Ничего Ладно У нас Еще Спека Есть Жесть Но Команда Конечно Вон Двоем Стоят Вдвоем Вон Афа Бкб Ху Надо Было Походу Подоеги Сом Жать Ну Если Я Знал Что Такой Стан Будет Конечно И Что Афа Ребята Простоят На Топе Ну Ладно Спектра Без Ульты Надо Было Вообще Развернуться Ладно Все Учитываем Но Не До Конца Надо Было Сразу БМ Нажать Потому Что Я Пуджа Ой БМ Бкб Убил Пуджа Это Плохо С другой Стороны Это Плохо Что Такая Ситуация Произошла Надо Было Сразу Нажимать И Драться Не Зна Укажать Для Меня Так Проще Но Видимо Это Сейчас И Подкачал Ладно Это Рак Называется Моя Ошибка Барыш Кериться Просто Гол Сейчас Попробуем Есть Бкб По Любому Котла Сразу Убиваем Котла Сразу Убиваем Пара Что Делаем Со Спектрой Но Может Быть Убьют Кстати Бьют Со Спектрой Кот Ого Че Боитесь Че Боитесь Побежали Забирали Куршу Куда Ты Бежишь На Траксе Отходим Хорошо Пойдет Кунгай Сейчас Ударит Я Сдохну Я Замедлил Но Такое 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 Сильвером Сейчас Забежим Пробежимся Может Кунгай найдем Может Найдем Котл Котл Фрик По сути Отойти Надо Блайн Блайн Забрал Хорошо Некст Манту Можно будет Сделать Манта Мкб Дефолтный Билд Получается Манта Мкб Но бабочку Можно еще Сделать Там Нет Таких Дамагеров Бабочка В принципе Собирается На тупо На какую-то Вот такую Вот атаку Понимаете То есть Нет Такой Дефуз Тут Желательно Сделать Чтобы Тинкера Я мог Забирать Еще Можно Дефуз Сделать Промах И промах И тут Не нужен Тут Нужно Делать Мкб Спотная Катка Само По себе Но Пытаемся Как-то Задушить Даже На вставочку Нет Ничего Тут На самом Деле Это Плохо Можно Попробовать Вообще Хекс Сделать Почему нет Тинкера За хекс Я убиваю Давайте Хекс Соберем Что нам Мешает Там Вот Кто-то Есть Пасла Пунка Стоит Просто Ждет Хекс Поможет Очень Жестко Кстати Хекс Очень Жестко Поможет Это Не значит Что По гайду Всегда Нужно Будет Вам Собирать Хекс Просто Я По макре Думаю Что Тут Может Помочь Нам Не Хватает Какого-то Дизейбла Еще Дополнительного Если Тинкера Захексую Блин Так Это же Фрифраг Просто Тупо Фрифраг Крипочек Даже Хуже Крипочка Курочка Понимаете В чем Дело И кунка Такой же Как Единственное Тайд Тайда Нельзя Захексить Его Можно Захексить Но От Большого Количества Урона Он Захилься Ты Отпусти Иллюминейт Там Ой Котал Чуть Захилился Бо Побежал Бо Дальше А может Тинкер Былетел Так 3700 Есть Вообще Можно Будет Наверное Яшку Продать Тупо Стартовый Артефакт Манту Честно Можно Манту Собрать От Блайнда Он Один Один То Чай Гастун Нажмет Наверное Хорошо Можно Неставр Забрать Духа Там Лоха Повы Вроде То есть Он Быстрый Хорошо Побежим На Кунку Хорошо Прям Как будто На Вставочка Хорошо Тупо Знаете Забрал Два Фрага На Вставочка Отлично 5000 Еще Есть Сверху 5000 Можно Мить Сломать Кстати Сейчас Блин Ну вот Вот Так Кликали Там Фидили И все Пофиг Вообще Вы собрали Артефакты До 35 Минуты Даже Я собрал Тиарты И все Вам Никто Не кликает Вы Все То Что Нужно Делаете В этом Проблема Именно Вот Этих Ребят Которые На Лопат Ис Они Бегут Фидят Не Понимают Там Почему Не Помогает Никто И тому Подобное Тупо Вот А потом Ну Вот Так Вот Негативит Ты Посмотри Чак Газ Нажал Нет 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 Маны Беги Давай Тракца Хоптавр Заберем Сейчас Быстренько Видите В чем Прикол Гоу Гоу Этот Сделаем Вот Эту Штуку Дифузиал Дифузиал Сделаем Дифузиал Манта Есть Еще Дифузиал Манта Опа ПКБ Идраться ПКБ Идраться Куда мага Есть Можно Поесть Духа Ультуют Ну Лотар Есть Да Ладно Манта Не хватил На лотар Все Они Как Дома До базы Не добежала Но Заберут Они Ребята В меня Разменяются Кунка Залетает Но Кунка Не пробьют На нее Спектра Убьет Кунку Этого Пойдет Пойдет Молодцы Отлично Так Хорошо Все Я 6 слотовый Манта Есть Манта Есть Куров Магаз 6 слотовый Манта Есть Сейчас Будем Гоуст Снимать С оппонентов И все Будет Огонек То что Нужно Этот Билд Сейчас На данной Стадии То что Нужно Если Слишком Много Гастов Сейчас Посмотрите Просто Диффуз Берете Побеждаете Гг Диффуз Является Нейтральным Предметом Поэтому Это Не Орб Эффект Нейтральный Предмет Это Нейтральный Предмет Это Не Орб Эффект Хорошо У нас Еще Спектра Ис Вообще Нечего Бояться Чего Пацаны Разнылись 217 Венго Которая Ходила Фидила Специальные Варды Давала Оппонентам Почему Сейчас Не Кликает Просто Берете Собираете Артефакты Бежите Фармите И Все Огонек Все Огонек Были Да Тяжелые Моменты Были Ошибки Но Все Перефармили Перетерпели Растягиваем Сейчас Ситуация Уже Не Такая Плачевная Согласитесь Есть Рошан Туда Сейчас Пойду Спеки Го Аек Хорошо Манта Забираем Эту Тему В Помойку Забираем Вот Это Вот Так Вот Все Хорошо Можно Еще Тревел Добрать Тревел Добрать Не Хватает Чуть Совсем 100 Золота Ну Ничего Пришлем С С Тревелами Сейчас Вообще Будет Люто Так Берем Вот Так Ставим Бкб На Ёжку Все На Ёжку Бланта На Этот Бил Ну Бланта Лучше На Тап Хорошо И фу Составляем На Пробел Тревел Мне надо Сейчас Дофармить Был бы Сейчас Тревел Уже Отпушим Отдефим Ребята Пошли Драться Я Очень Далеко Кому-то Там Пришел Тут Раку Они Проиграют Без Меня В Любом Случае Бара Бежит Постоянно Куда То Бенга Вон Со Смыв Умерла Очень Люто Пацаны Бычат Голоча Делайте Тоже По Фидим За Компанию У них Там Еще Кнопки Не Нажимал Никто Я Так Понимаю Душим Просто Ну Можно Даже На вставочку Тупо Задушил Просто Пришел Задушил Дипузана Юзал Там Еще Кто ТТП Заюзал Можно Было Что-то СТП Наверное Сделано Я Уже Не Обратил Внимание На Кресте Катается Да Требу Туда Дарили Рошана Будет Более Более Правильно Остается Моншард Тревел У нас Сверху Еще Есть Да Отлично Поех Бери Я Быстро Заберу Быстро Заберу Тинкер Машинки Кидай Бей Бери Не бойся Он Ничего Не Сделает На Тинкере На Свою Не Бойся Что Он Сделает Тут На Тинкере Нам У Нас Все Есть ВКБ Хилан Все Хиксы Были Ничего Не Можем На Тинкере Хорошо Соло Любого Убью Говорит Го Моншард Остается Сильный У нас Билд Получился Но чисто Такая По Макаре Рокса Потому Что БКБ Нужно Нужен Диффуз Нужно Что Скидывать Манты Постоянно Тинкера Кстати Я Соло Убиваю Тинкер Теперь От меня Никак Не Уходит Давайте Тэшку И за Нем Там Отпушивают Ребята Отпушивают Ребята У меня Антигоуст Есть Задушили БКБ Хуманку Нажали Все Парни Потерялись Лотар Сбросился Лотар Сбросился Почему За Чего Я Не Понял Видели Ладно Возможно Я Что-то Нажал Не То Так Ну Что На Хаге Будет Очень Тяжело Заходить Надо Уходить Отсюда Надо Их Растягивать Только От Растяжки Играть Как-то Или Тинкера Убивать Если Тинкера Убьем То Зайдем Если Не Убиваем То Ню Зайдем С Маной Проблемы Будут Возможно Дефуз Поменяем На Хекс Возможно Но Это Не Точно Не Точно Что-то Идет Ну-ка Что-то Табор Но Это Не Точно Хорош Так Хорошо Погнали С Маной Правда Проблема Ребята Но Я Склоняюсь Больше Далее К Хексу Хекс Сделать Нужно Будет Хекс Возможно Хекс Придется Делать Так Ну На Драку Нам По идее Должно Хватить Просто Ару Очень Большой Монокос На Самом Деле Если У Бойника Там По 6 Маны Вроде Берет Тут Ракс И По 12 Так Мне Главное Бкб Ху Успеть Нажать Если Что Кбху Нажать Успеть Все Что Карантина Вернулся Удушить Хорошо Хорошо Диффуза Есть Можно Поесть Пилимся Главное Пинкероид Гона База База Тинкероид ТП Хмус Нормально Блин Но Диффуз Конечно Лютно Помогает Сейчас В этих Драках Тревел 2 Брать Не Будем Наверное Регенимся Бежим Пригенемся Бежим Тинкеро Не Убили Сколько Там У Крипов Дамаги 82 Урона У Крипов Дамаги Одна Минута До Еги Надо Чтобы Спека Бежала И Душила Но Диффуза Жестко Кончаются Возьмемся Муршард Ребятки Муршард Взяли Взяли Побежали Тинкеро Надо Поймать Вот Он Сейчас Низ Будет ТП Шица Убивать ТП Шица Подфармливать Низ Будет Сентри Покупать Смотрите Походу Специально Сейчас Фидить Побежит Этими Сентрями Вот Так Сделаем Тинкер Низ Будет ТП Ху Делать Подождем Немножко Нам Главное Его Подловить Засайленсить Он Попытается Там Что-то Нажать По-любому Мы Его Задушим У Нас Есть Диффуз Тинкеро И Убьем Изи По идее Зайдем Спокойно Надо будет Где-то Тут Ждать Не Отходя От Линии У 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 Зая У У У Тинкер ХАГ Наверное Будет Деф Больше Чем Поковые Линии Мы Сейчас Тупо Вот Так Сделаем Поскипаем Крипов Тут вместо мадмеса что-то будем наверное брать сатаник можно будет взять сатаник так там путь штукой агунка резко сына и больше хорошо пойду ксах будет дефит тут еще пойду ксах серьезно просто без комментариев без комментариев тупо кунки вот эти торренты жесткие почему он так раскидывает их не понимаю я не так долго его бил я буквально секунды 2 его бил две с половиной три от силы я должен был убивать его и уходить нет нет сразу торрент туда gg о travel 2 и с командой надо попробовать спека задурчит там hex тинкер да пошло дело hex но заберут они тинкер тинкер не уйдет возвращай пилу палачина не знаю такой себе ладно моя ошибка безусловно но я не думал что они все там толпой сейчас пойдут на низ типа этого тайда можно было нажать конечно бкб я еще думал бкб нажать на типа я попробовал манты закатить и удалось очень близко было so close чая рез тинкера нет сейчас закончим пойдем есть у меня travel 2 как раз к ребятам спектра есть команде нечего бояться вообще нечего но тинкер там молодец безусловно лунка не менее молодец офигенный эти торрента если честно поражаюсь какие они тайминговые эти торренты от него 4 секунды я рез он к тоже не дает будем атаковать чешок или нет отмена не идем ладно я не буду ждать больше синонами задаваемся на низ задаваемся а надо от минусов играть я сейчас попытался минус дать если бы ушел было бы хорошо и стойда ну рэвэйджа там нет еще в данный момент рэвэйджа в данный момент нету 12 секунд тинкер момент прилетит убежали пешком посмотрите на тайна лютый чатин кирестница я готов я готов вот лайфхунку убивать куда собрался они вкусно кого собирал стой и тоже умрешь позамедляем чуть его хорошо упачка готов если бы наверно не спектра может быть даже и проиграли бы но я нормально тоже протянул эту игру куда собрался дроненький до свидания такой злобный хорош задушили но такая как по кайфу 51 минута по сути с ребятами которые негативили венга негативила фидела 21 раз она на фидела пиктра не сдавалась другие ребята не сдавались и в принципе в целом это принесло нам победу я считаю что общими усилиями усилиями мидера усилиями первой позиции конечно же мы выиграли эту игру на данный момент пока что можно выразиться так что вы играли крипов я пробавал сколько там по 95 уронов под венгой так что вот так ребят если что если есть много диффузела видите диффузел мне сколько раз помог кунку ой кунку того парня того парня забирали того забирали тинки разобрали он не может не может что он в гостах не чай под радиком сделать и гг и гг вот и все весь смысл весь смысл так и получился у нас такой вот билдик вот такой вот крестного должен вернуть но никак не успел он вернуться аладали побежали хорошо но хорошая катка ребят не знаю будет ли еще одна катка но чё у нас еще катки к не было не было катки через бабочку но я не попадаюсь за сантов потому что блин бабочка именно за сантов быстро выфармиваться примерно где-то на 20 минуте яша мадна спт и бабочка у нас должна быть как на траксе сыграть без бабочки давайте сейчас сыграем немного фановую каточку то есть основные катки мы отыграли мы сыграли через мид сыграли через изи линию ребят для того чтобы вам было более понятно как играть в целом на траксе и в принципе остается только фановая катка сыграли одну потненькую вот такую вот потненькую мы сейчас сыграли в принципе я считаю что это потно относительно игра потому что венга 322 11 у нее 11 ассистов у меня 12 ассистов 22 ассистов у нас у нас пека и 31 на баре то есть очень жестко пацаны вот если бы вот не вот эти два игрока по сути мы вы может быть и проиграли но самое главное то что мы не повелись на то что там писал бара и лог спи где там by 2 by и главное что венга которая тоже видела и закидывала постоянно оппонентом варды тоже как бы ну мы не сломались под этой темой и пошли додушили короче погнали next в укатку сейчас сыграем немного по фанове и так ребят загрузился нас next в игра что ж что нам не хватает для полного счастья спросите вы нам не хватает то что у нас ловкач и соответственно какой артефакт мы должны взять а какого мы должны артефакта купить пацаны у нас ловкач поэтому что нужно взять правильно если ловкач значит бабочка соответственно сейчас мы катку будем играть через бабочку постараемся сделать ее более фановую эту катку посмотри что у нас получится и конечно же за душем за душем ребята там у нас не знаю что будут брать но пап я принципе в лобби попросил пацанов чтобы взяли если за меня будут взяли венга луна рекс рек сможете а там смотрите как хотите и все как хотите играть на 25 короче так каранка . должна быть коротенькой на 25 минуте мы должны закончить ребят немного бэбку подвинул свою чтобы морду вонючую видеть отлично немножечко немножечко нужно будет нам тут под задушить так ну будет у нас некор на меду скорее всего с некором тяжело стоять будет но на шестом левеле должны убивать да в целом должны не давать ему ничего на меду на первых стадиях будем поддушивать поссорим какой будет lining наконец-то я за центов за центов можно будет выфармить намного интереснее лучше на траксе быстренько тут по пинали пошли там по пинали тут поминали там по пинали тут по пинали там пинали и все вот так вот будет отмотаться вот эта вся игра и конечно же будет интерес на 20 минуте у нас должен быть такой задар есть его не будет значит я лох все поехали смотрите яша madness aquila бабочка вот такой артефакт у нас должен быть на 20 минуте я постараюсь делать этот тайминг сейчас этот тайминг очень часто делаю на стриме поэтому этот тайминг сейчас тут также хочется сделать надеюсь фарм будет хороший на меду потому что очень хочется именно так четко сделать но надеюсь то что я сказал получится потому что очень хочется интересную карточку интересную карточку хочется у нас взяли уже две ауры жесткие поэтому мы сможем еще товара подпушить но единственно нельзя будет увлекаться тупо постоянно пушим потому что потому что почему спросите вы но потому что все принципе просто потому что мы потом не сможем ничего забрать я буду без фарма мы будем собираться терять много времени на то чтобы просто стоять под добрами и все пока там какой-нибудь образно говоря хускар не будет фармить понимаете хинайзис пьет чай марин без смс регистрации сикер бм будет делать это тоже будет бмдет это тоже бмдет это тоже бмдет тоже бмдет делать тяжело тяжело я же да если венгу возьму будет очень хорошо нормально помнику взяли я крысы у нас очень сильный биг очень сильный очень сильный пик на двадцать пятую минуту как раз таки но одно с пт-шка и поехали тупо модно с пт-шка омник только люто люто будет моросить ой-ой стрек саркуру но он варник купил укуру не брал купить x конор у нас x конор x конор берем а уру хорошо хорошо так ну по пику тяжело там хускар против омника ой вкус корсовником против нас это очень такое будет тяжеленькая но постараемся посмотри как у нас тут пойдет должны выформить если катка будет тяжелая ребят то те слова которые горю вначале это не надо пожалуйста потому что типа я тайминги не смогу есть это тяжелая катка будет бур бур кстати у них не отмечено от куч и товар только все будет с ранним дагер будет очень плохо гол поможете ломник я не буду подходить тут у нас основной персонаж который должен был сейчас агрессировать он отошел не знаю зачем 1 тычки не хватит нормально прогнали просто прогнали просто хорошо на минус скрипт минус монетка секеру чуть побьем давайте лицо их жестко кстати меня может тут секер выиграть знаете как и сегодня будут очень постоянные бусты такие я не смогу его душить тут стих желательно тут сделать еще будет секер конечно страшная вещь прокса вообще секеру в принципе ничего не делает секер и является таким персонажем который постоянно бегает на бустах надо нам не давать кнопок ему фарм по идее должен нет не набиваю плохо вот этого добиваю точно хорошо играю прям как будто на интернешн или надо забивать каждого крипа гоняем просто секером хорошо не даем ему ничего плохо что не добил так но 8 крипов хотя бы сейчас должно быть ходим забрали в этом оппоненты да секер пока не опасны хорошо хорошо не могу добить подходит убор душит душит надо сапог куру взяли хорошо как обычно никаких биндов у меня нету не выведена промах на харас вот так вот вот так вот хорошо сало взять чтобы оттолкнуть его если что что сюда блин казалось бы секер да типа ну да может нормально в упор подходит пички хорошо залитая блин не сапог нужен ребята паскаю ладно потерпим не столь серьезная тяжелая ситуация тут чтобы прям что я все равно его не убиваю носители пацана он боится не подходит даже не пытается через первый играть но если он кинет на себя 1 я не дам ему подойти я буду просто бежать в наглую и шить пытаться его это моя страта моя страна хорошо гусик мангусик он не добил плохо полпатышки есть полпатышки это лэвел то очень хорошо это лэвел принципе фарм есть только мне нужно забрать у крипов пар нужно у крипов забрать просто душат до душат это плохо онлайн и просаживаться там хускар с картам будет плотно возможно кассикера нету можно будет по товару немножко пройтись полпатышки есть но патышка четвертая минута должна быть ребят примерно x артом стакать на себе стакать но я буду тоже забирать патышка четвертая минута должна быть ребят вот 400 патышка вас и уже есть вот такой тайминг должен быть хорошо пока потышку не собираем под крипов давайте но надо вообще вот так бы сделать вижу на этот вижу блютый ой товар не бей я же тогда вернулся и что душат хорошо можно бурить по чуть будем души сейчас тэшку тут секера пока шестого нету нас что-то пашка просто носить будем ты пашка есть секер какой лава лотну 5 уж им просто видели тракса мансанула вот это бесячая тема механика игры механика игры такая хорошо приятно самом деле сейчас бы не пушил не знаю я ставор часа этот заход спушу за этот заход спушу достаточно дальше не будем кушать ящим адвес не поднял еще рано в лес я не смогу уйти рано пушу потом под т2 стоять не активует без акрила пока будем делать просто в модную в маску сейчас надо выйти за этот там за этот заход походу придется еще забирать . сразу ставим можно вот так вот сделать за время хорошо злой сикер убить меня собрался у тебя получится если я буду промахиваться каждый удар жесть это ужас какой-то ладного пилу отзонил у нас каждый удар по просто два удара на развороте но из промахиваюсь сдох бы если бы не промахи так икс конор доигрался у нас да но у нас кстати вся команда обрыгана по ходу получается да или нет что-то там пацаны под видели все по разочку под видели да ничего страшного разберемся а ты лох по жизни малолетка априори взрослый человек такое говорить не может возле его злить наверно то что он мид плохо стыд вы с меня то ты запарил ли поиграть на 45 лад и так поставил уже типа ну надо убить его на секере секере надо пацана убить сейчас прям просто автокаст включаем одну тычку дать не знаю я не хочу кикать его не хочу его кикать вроде reconnected хорошо вот барбы стоял было бы еще лучше боже какой он быстро его пустят то плохо по 100 мест и вот плохо стоит по пол хп и секер вообще быстрый все варда нет вообще плохо это очень плохо уру надо в арт возьму сейчас постараюсь убить его точку заберем час хорошо пуск с рукой ну отлично чё сейчас сикер подойдет поближе я его заберу дб на базу хорошо отлично блин вот что вот с рик саром делать теперь что с ним делать что с ним с рик саром чё он лагает так у стола танца даже поставил но если сейчас еще раз долагает я буду уже тикать next нет next раз от залагает я буду тикать крипов много на виду он лагает стоит я кикаю я не буду это терпеть кик я мне впадло вот это чтобы вы вот это видели мне рили впадло не могу я такой ребят чтобы вы вот это видели вам не нужно это видеть эти лаги вам не нужно смотреть лаги вы заходите смотреть контент правильно ребят правильно под душевым чуть крипов модно сделаем пару лютый так у нас минус рик сар до кнопок нету аквилу давайте включим я тут и пашки ребят ломаем и 20 сломаем будет очень хорошо очень хорошо ну не сломаем наверное да можно побить сейчас еще кто-то много сикер там кентавру вообще пустой просто ломай и уходим сикер идет хорошо б уходим я в кэмпо сейчас уйду надо яшу сделать и вообще желательно подраться надо помни коза брать о хорошей по хорошо чем вот этого языка того надо убить языка стала вот этого убить надо дагер кентавра это дагер хорошо а чё б побьем хорош побьем чуть-чуть глип монет все б цены ну чё вы глип стоять убьете его венчин там входим венчинтов монетку как раз все десятая минута но не до фарм пока что идет сикер идет некор они пока что голые сейчас энчинтов побить внизу фарм собрать будет нормально у меня яшки нету не хватает яшки яшки не хватает на данной стадии нормально т2 сломали т2 сломали уж в пушин пармин так глядишь вы фармин все погнали тупо фармин на данной стадии стороны под пушин они все вместе ходят они будут очень сильны в этом плане хотят промахиваться попади бы уже бью без промаха она так слышно помню помню говорит на этом на русской озвучке бью без промаха говорит так алексора можно попросить чтобы он не принес много артефактов эти яшка хорошо пока тут крипы есть надо риксар пока принесет крибы быстрее одиннадцатый отлично всего попробуем сладок и до суета один пока что пока он один можно забрать вот так у меня есть яша на топе много фарма яша веншин то сюда б вот сюда гул туда наверх сюда на хг хорошо отлично если ульта нет то такое себе хорошо забрали я вот этих пацанов ждал хорошо молник хорош отлично сейчас хг пойдем на секере мусор но это фановая ребятка в принципе 4 на 4 4 на 4 лох по жизни малолетка я даже юзать ничего не буду в сторону хоть вот по жизни малолетка зачем я так подошел если бы кстати луна не пошла я бы не пошел просто как бот побежал пацан тупо увидел ну бред же зачем просто стой бей мы бы за мы бы сейчас разбили барак ух уж этот крип на 13 на втором слоте ой 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 блин вот ребята вроде постоянно играют на стримах постоянно играет в доту а блин вообще до сих пор не понимают как играть в нее что нужно делать не знаю вот бегут за фрагами мы зашли сюда на хг тупо 1 раз забили забили тык 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 пошли дальше все или били 200 у нас по золоту не успеваю до 6000 надо листов по золоту они рошана пошли и куда так поливал убирать поливал 2000 золота у нас есть но за пять минут я в принципе должен выформить выформить за пять минут всю эту тему пять минут это очень много по времени нифига себе google куда ты под меня его нормально кстати задержу его хорош его тоже снова болимся у нас снова он пошел типа шансов нет выжить отлично хорошо сила пассива комит дальше прийти берем раз уже будет в спине у нас там кто-то тоже с дайгером одном крепим омник с дайгером все понял на одном крепя сейчас пойдем за пушу прийти нет смысла юзать вот этот барак сразу изичный ромник идет но прыгнет по идее его а я понял она все я умер опять не знаю почему я хоскара не увидел боже вот я тупой то забейте пуск бб я не видел что хоскар там что он бэйбэк что-то и он резнулся так быстро жесть но я проигрываю свой тайминг тупо из-за того что я омника хотел подловить и я на нем был сфокусирован максимально оплёкся я сейчас очень сильно ладно забейте умер как рак умер как рак получается они насчет за счет от этих смертей наших могут очень сильно камбэк на самом деле а там уже все ревнуться не рисуется как тараканы тупо от сладара хорошо сыграть можем хорошо что сладо в команде есть гоу под портами омника забрать под сайлансом и все сайланс у меня сайланс есть можно поесть чайник у меня три минуты осталось я за пять минут не могу бабочку вы фармить и дам этим своим вот это вот сюда убрать надо до фармить еще 800 остается за две минуты надо выколотить хорошо зачем я 3 нажал 3 вообще не нужно было нажимать на час потому что крип сейчас будет очень сильно дома что два крипа он уже убил поэтому ребят не забывайте что просто так 3 нажимать нежелательно так 1800 не нужно вот этих заберем сейчас этих забираем как таракса без бабочки ребят ну да вообще смех конечно если тракса значит бабочка ловкать же входим мм ускор на меня охота откроем до бежали полин сладар забрал фарда почти есть у меня почти есть бабочка ну за одну минуту там сколько золота поднять но надо только найти где отпущено отпущено в лесу тут нету кэмпо тоже плохо поэтому не факт что я успею добрать бабочку до этого времени хотя есть два кэмпо еще то успевая по идее тайминг своим успеваю по идее надо добить ставь ставь крипы нужны 1200 мы не успеваю чуть-чуть но 20 минута мне нужно сделать желательно чуть раньше было бы сделать еще 300 серьезно у него б.м. паскайте серьезно хорошо раньше сделал ребят значит я не лох о мамник бабочка есть можно поесть нормально но пойдет и тайминг я твой сделал за свои слова ответил яша маднесс пт бабочка есть 20 минут все хорошо артефакт свой я добил отлично мид у них пушится всегда сейчас возьмем пару вообще бкб надо делать сейчас можно по фану бабочки клепать но там видите б.м. на кентавре появился с лордару даггер чуть если с лордар ворвет с лордаром нужно прыгать в омника но там омника будут подсейвливать кентавры стану он не увидите купил на подсейв они очень сильные сейчас моя бабочка может мне заруинить на самом деле сейчас но а дефа я там сейчас дефлю в хг в топе крипов много левен как раз апнем хорошо кажется они не зайдут на хве готов кушу спокойно 16 бы отнуть даггер 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 всех четырех даггер очень мобильный нет у меня кстати этого они еще сикера юзает попробуем не будет но не могу гвардера дом пойди не пробивает не будем сильно рисковать надо команду ждать кент прыгнет не прыгнет ждем команду у них очень сильный пик вот так вот сделаем сейчас как раз не могу умереть чудо не могу кентуха хорошо нормально очень агрессивно они одевают нас просто откачивают стартар губры бран сделали отлично чабы к бху надо делать срочно есть я там себя на дамажил я в бм и чисто под амплификации есть ронда какой трон расслабься все под контролем смоков нету побежали хорошо 16 есть я возьму быстро заберемся с лордаром от третьем они даже не успеют сюда прийти и бкб х почти есть регента по единственное забрал плохо но сейчас вниз придут час тп придут пришел некор хорош наш клиент буду драться да бм прикинь задушите задушите вы че нельзя отпускать хорошо бабочка сила на 20 минуте пацаны т2 хорошо есть бкб без бкб тут никак и next еще бабочку вы чё как на тракте без бабочки то это невозможно 80 урона кататься рите какой пуш ай-яй-яй блин я кайфую с этой темы позори игру пуш все пацаны душат помогают пуш лютый на хобби не хочется подходить потому что там эх ломают нам пуш наш тавра всякий блин он на меня ульту кинул прикинь лопаю до конца ломаю просто он пацаны опять цены опять побежали там драться и сдохли я сейчас убегать буду убегаю волосы назад тупо тупо бегу волосы назад у меня есть бабочка в принципе из бкб пуск закончится гуардина отдали пацаны это очень хорошо то что гуардина отдали это хорошо идет они гуардина отдали слишком большая цена за все это это вот постоянно рексара выводит этого x конора x конор нормально нормально ну видите рабочая тема пацаны 20 минута бабочка рабочая тема только надо успеть потом бкб взять очень быстрый пуш если оппоненты сейчас замешкаются типа ну крипы соберутся дальненькие а можно столько урона внести давайте третий сейчас качаем рексару нормально будет знаете чем нормально будет будет нормально тем что птичку будем юзать ладно ну я не виноват если чё он один на топе пускар пока без дизарма он изи у меня 2700 есть можно еще лотар сделать сейчас лотаром типа вообще пофиг на все будет типа я смогу позиционку подыскивать а так я просто как при беге так на и все у нас есть птичка на дефе лотар сделаем ой стик купил перепутал бинды лотар сделаем бабочка лотар о бкб хвости что на хуска нажмем пошел он этот хускар посылаем его на три буквы и let's go он один он бегает рост самоуверенный рак как меня называли и него час убьют просто из решетят что за промахи лютые что за промахи лютейшие но там некр видели какие промахи low ground high ground и по всех промахов смело можем пойти под задушить смело пока хуска нету gb бmens са нормально развили на бэбэ я shu продадим еще одна бабочка купили наду по 1000 htl много бабочек почему нет для контента сама по моему пока бы их а есть главная система мелочь полторы тысячи хп будет пуск бежит на двор достоянно дефир я знаю что он бежит уже расслабься и сладар тоже много забирает я щас лотара выйду уже это плохо почему пока бы не нажал ось это что я такой таб нажимаю ой 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 но я сам сейчас ошибся я такой табуляцию спокойно кликнул меня что микро кд там было что ли серьезно 6 он так еще уверенно пошел на хуске туда для вот это конечно да жесть такой бред честно я нажал вроде то вот я отвечаю к класснул но походу кд было ну короче гайд на траксе все и все игры я сижу в таверне цены гайд на траксе называется но нормально нормально пойдет пойдет омник одевается все одеваются это плохо мы потом в лейтгейме от сосем с таким за тарами с бабочками га его он один они его убьют изи он 120 лордар пришел крэш до свидания он вообще типа ну пуск тупо соло идет и фидит тупо ну вот так этому в кайф плейте жесть вот дает пацан вот это в помойку погнали вот сюда сейчас магазине купим еще давай 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 ты почти магазине купим сейчас этот лучок заблудился ну да типа он вообще гуляет хорошо лично сейчас лук купим дом или и вася ну лучше лук конечно на 35 должен сделать примерно уже весь билд хорошо лучше лук конечно купить пешку забрать роша 2 чуть остается вас по золоту ну не тоже кстати кайф аура кайф жесть какой пуш 2 800 дайте бабочку добить ласт бабочка добьем игол там кто-то сдох от крипов парили там в 72 дамага крипа как душит это одна бабочка только до ведь осталось 1800 1800 остается до бабочки еще сейчас так ним как раз лично дать денег прожит пацаны можно если хотите если хотите монета регенович там остается осталось о пацаны там хилки на базу хорошо пацаны решили мне купить таки бабочку игол тача хорошо роша личного крипов нету вот так сюда пойдем там почему бы не сюда блин а хилки надо просто продать я я приду продам нормально пацаны хилки дают ну отзывчивая команда по кайфу по кайфу по кайфу все ошибки которые были все это фигня там гост купил хускар так 1800 надо пацаны чуть остается блин заблочил ну вот чисто маджиоу ну не малой а маджиоу только вот тупо маджиоу а 200 золота ладно я бы сейчас уже добил 50 маджиоу тупо все го 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 две бабочки имеются тридцать третья минута отлично 350 урона сейчас есть и крипов бахну там крипа наверно так разносить будет по 110 урона 100 урона криппы прикиньте у крипа 100 урона бонус аккуратно побежим бегу у здесь нет центре ты жму потому что там крипы подошли смотрите крип 84 урона странно урон не добавилось вообще 84 опасных на сетом блатаре прочекал ребята драться буду сейчас спардар надо омник обратно кого его помни ну и волки блин омника не забрали гигген дасты есть дасты так вот сделаем блинковался гол слаз лордар мне кажется зря там афк шел но ладно догоним догоним по идее лол иди сюда все не догоняет чалька заберем кстати иду брат славдар погиб как воин тот и воин славдар побежали отсюда умник догонять вы догонял очки сейчас мне главное чтобы 3 откатился там спушится все автоматически умник побежал во все тяжкие на топе крипов много ну-ка балкнули 84 урона больше почему-то не дается не знаю может быть а лимит есть надо прочекать я прочекаю ребят насчет лимитов и напишу это на теории потому что что там не кажется что по ходу какой-то лимит существует по дополнению дамаги до пол до ну типа по добавлению ну пока ты вообще люто ломают м жесть смотрите о мана нужно хорошо смотрите там поймали ой пул хп ультанул ну трон падает жалко тэшки нету гем трон у них падает был бы сейчас 3 уже бы игра закончилась гриппы там по соточки наваливают мама не горюй лютая тема смотрите за мной бегут да по ходу вижен какой-то есть вижен какой-то есть рэкс ваш хорошо так ждем 3 же почти от кд шелса сейчас еще один такой файт и задушим усилера доделаем хорошо получился у нас конкретный переведут 21 от стуны кстати до перекличка у нас точей долл год пацаны мамника надо сразу помни к сразу блин тракса и тракса еще через этот я не показал тракса через криты через крепи тоже она очень жесткая получается потому что урона очень много но блин такие катки не выпадали так и надо блин там то дефустой мкб надо от промаха ребят поэтому вот с бурезой как-то не удалось по факту не удалось по рису так что извиняюсь вы должны убивать ой ну бакнул ну прикинь а чё толку не пробьем потом трон упадет это я напихал вот это я напихиваю тут тупо на вставочку просто на вставочку пацаны ой жест тупо на вставочку и сразу туп 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 ливо но гг там трон голый гг просто иди просто гг о фул хп ладно тебе подеремся стой напихали таки гг ребят но в принципе я считаю что гайд закончен полностью так как надо если лавкач значит бабочка соответственно сейчас сыграли через бабочку получилось такое интересно напряженная игра ну как интересно кому-то она покажется скучной кому-то интересным ведь они доминировали и мы могли даже проиграть но в этом самый прикол что такая каточка у нас имеет место быть вы видели сколько урона на крипе и нужно будет еще я прочеку ребят сколько урона будет у нас добавлять допустим три-четыре бабочки и тому подобное то есть я посмотрел всего 80 урона больше не добавляет не знаю это бак наверное какой-то но ничего в общем посмотрим друзья спасибо всем кто посмотрел этот гайд обязательно влепите лайк я посмотрю каждый комментарий который вы напишите обязательно пишите нужно ли сыграть фаст пуш катку конкретно тут не получилось фаст пуши да и в принципе в пабе паст пуш вообще почти невозможно потому что никто не знает как это работает и что с этим делать и нужно ли рубрикой а что если залить видосик где-то примерно 12 минутный чтобы можно было за 10 минут закончить к точку как думаете напишите комментарии обязательно ребят если кто-то напишет то про лайкайте этот комент чтобы я его увидел и конечно же запилю для вас видосик на этом все друзья гайд на траксу окончен спасибо всем кто посмотрел его просто от души ребят всем кто поддерживает с вами был xenos и до скорого